И начнем тогда. Без установок. Следующая тема у нас интернет-маркетинг. Рад всех видеть на занятии. Кто не добрался, тому отправил потом запись. Запись мы введем. Больше вроде бы никто не пытается добавиться. И... Пам. Меня зовут Олег Михалевич. Я думаю, кто-то из вас уже интересовался на сайте, что я буду вам рассказывать и о чем. Причем, моя основная деятельность, связанная с интернет-маркетингом, началась лет, наверное, 15 назад. Это была компания B-Tech Study, которая была на то время одним из лидеров рынка ивентов. Мы проводили различные конференции, семинары, форумы. Были первыми, кто-то играл со скоттлером в России. И на моих обязанностях было все, что связано было с технологиями регистрации, с e-commerce, с продвижением, с коммуникациями и с многим другим. Вот. Во всем вы его многообрали. После этого был очень интересный проект, масштабный. Я был руководителем одной из крупнейших соцсетей Рунета на то время. Это проект «Круга друзей», который принадлежит Holding World Style Computers. И мы дошли на то время, дошли до позиции с 11 миллионов регистраций, с 7 миллионов на то время. Сейчас, насколько я знаю, у них что-то там порядка 22 миллионов, но как-то они там живут, не знаю. После этого меня успешно украли в группу компании «Дочки и Сыночки», где я занимался приблизительно таким проектом, то есть тоже социальной платформой. Задача была создать социальную сеть для тех, кто планирует беременность, хочет стать мамой и папой, с личными сервисами, возможностями и так далее. Проект тоже был запущен, интересный получился, и, соответственно, возможно, как там сейчас работает, не знаю. Дальше был тоже профиль в ДТП. Это один из крупнейших производителей деревянных игрушек в стране, который является международной компанией, поставляет игрушки в разные страны мира, не только русскоговорящий рынок. И там я был директором по максимуму. После этого был один из крупнейших операторов связи в стране, те, которые работают с бизнесом. Я отвечал за все интернет-коммуникации нестандартные, то есть не просто какие-то рекламные размещения, а то, что можно относить к спецпроектам, к партнерствам, к партнерским программам, к мероприятиям и всему остальному. И, наконец, где-то с конца 2000-х годов, в 2009-м мы запустились, еще в рамках ДТП, я являюсь создателем и руководителем сообщества маркетологов. Это одно из крупнейших сообществ маркетологов. У нас порядка 2000 перестиженных пользователей и порядка 100 тысяч подписчиков, которые следят за активностями, за новостями на сайте и в том числе в соцсетях, в Телеграме и других каналах. Вот. К сожалению, в этот раз у меня нет никакого списка по участникам, но, в принципе, не является этим критичным, поэтому я надеюсь, что вы сейчас вкратце расскажете про себя, кто вы, с какой компанией и с какими задачами вы пришли на этот курс, что хотите бы от него получить. Давайте для облегчения очередности я буду как раз называть имя и фамилию, и, соответственно, вы тогда подключайтесь, хотя бы просто со звуком, и расскажите вкратце про себя, чтобы я понимал, какой контент, какую информацию вам было бы интересно и полезно от меня услышать. Слово тогда передаем кратенько Марии Каусовой. Да, здравствуй. Здравствуйте, это я. Звук просто был слышен. Да, я работаю в компании по производству оборудования, представительской фирмы. Должности менеджера по маркетингу. Хотелось бы как-то от всего курса получить в итоге систематизацию знаний, ну и привнести что-то новое. Вот, в частности, как раз интересует, насколько компании подобной нужно развиваться в интернете в плане маркетинга. Хорошо, понял. Игорь. Добрый день. Я работаю в бизнес-трэвиле. Часть моих обязанностей связана с маркетингом. Я веду в компании соцсети, пишу контент для сайта, выполняю часть вот этих единых задач. У меня уже есть какие-то базовые знания об интернет-маркетинге. Плюс я еще пишу дипломную работу по этой теме, непосредственно связанную. Я хотел бы, во-первых, структурировать и синтегировать знания по этой теме. Ну и, во-вторых, возможно даже прокрутируется уже непосредственно по предмету. Потому что есть там вопросы, есть пробелы, нужно какие-то знания вот на этот счет получить. Понятно, спасибо. Спасибо. Михаил. Добрый день всем. Зовут меня Михаил Захаров. Работаю в электротехнической компании E-Level. Должность на текущий момент бренд-менеджер торговой марки ZAMIL. Польской торговой марки 15 товарных категорий. Скажем так, должностные обязанности. Достаточно широкий круг. Начиная от позиционирования товара, заканчивая продвижением, просчетом логистических цепочек, снабжением и так далее. Ну то есть практически под ключ все-все-все, что связано с брендом. В том числе мы планируем сейчас сделать несколько сайтов. Ну и, соответственно, продвигать их. Понятно. Екатерина Бондаренко. Здравствуйте. До недавнего времени в компании я была юристом. Осенью решила пойти учиться в маркетинг, потому что меня немножко дотянуло. Я организовываю участие в выставке нашей компании. Компания занимается оптовыми продажами сантехники, имеет собственный зарегистрированный бренд. Собственно, от курса интересно послушать, посмотреть, как это все работает в интернет-среде, потому что у самой компании с этим все грустно. И подразделение маркетинга как такового, его не было выделено. И сейчас тоже, несмотря на то, что я пытаюсь что-то сделать, очень все медленно и вяло идет, потому что юридическую функцию с меня еще пока не сняли. Вот. Ну, собственно, я пришла за новыми знаниями, за системой какой-то в голову. Собственно, вот такие вот вещи. Катерина Брако. Добрый день. Слышно, да, меня? Добрый день. Спасибо. Мария Бажина. Здравствуйте всем. Я до недавнего времени в Кубине работала в компаниях Сеслей, ассистент проект-маркетолога. В данный момент мы сейчас пока все в отпуске. От курса я хочу все знаний, так как у меня специализация абсолютно другая, я не из маркетинга, и жду море интересных вещей, что можно узнать. В принципе, все. Спасибо. Илья, это Карпок. Здравствуйте. Но технические исполнения, да, тех задач, которые мы ставим для отдела интернет-маркетинга, мне бы хотелось больше понимать именно техническую сторону, разговаривать с ними на одном сленге. Ну, и цель курса, собственно, так же, как у моих тоже коллег, это систематизация данных. Хорошо. Спасибо. И под единичкой, так понимаю, это у нас Виктория, соответственно, представляющая ЖУ. Молчание, видим знак согласия. Хорошо. Перейдем тогда уже непосредственно к практической стороне. Во-первых, что такое интернет-маркетинг? Я всегда, уже на протяжении, наверное, сколько, 10 лет я, наверное, ВРГУ преподавил. И в других бизнес-школах, на других курсах и занятиях всегда для меня является, так сказать, продолжающимся ответом то, что как бы интернет-маркетологов как таковых, их в принципе не существует. Ну, то есть человек какой-то может говорить, что я интернет-маркетолог, или про кого-то могут сказать, что он интернет-маркетолог. Но дело в том, что сервисов, инструментов, методик, многое, их очень много. Сказать, что человек разбирается сразу во всех из них, сразу и в программатики, и в рассылках, и в контекстной рекламе, и знает, как все это настраивать, как всем этим управлять, как анализировать, как рассчитывать, с какими подрядчиками работают. Довольно-таки было бы смело. Потому что каналов очень много и инструментов очень много. Сама структура интернет-маркетинга тоже достаточно подробная и широкая. Начиная от построения самой стратегии, составляющих сайта, работы с трафиком, работы с контентом, с пиаром, работа уже непосредственно с потребителями, другими видами коммуникации, которых мы узнаем на курсе. Ну и, естественно, все это как-то нужно анализировать. Сразу узнать все подробно и уметь с этим работать довольно проблематично, и таких людей можно пересчитать по пальцам из тех, кого я, наверное, встречал в своей жизни. При этом количество самих сервисов, каналов, инструментов тоже колоссальное количество. В каждом из блоков, например, в медиа, в мобильной рекламе, в ретаргетинге, в работе с нативной рекламой и многом-нолем. Их тоже еще много, и понимать, в принципе, как с ними работать, конечно, можно, но знать, уметь настраивать и использовать сразу все в своей деятельности, это, я бы сказал, практически невозможно. Но наша задача в рамках этого курса, я бы сказал, что понимать необходимость, понимать, как выстраивать цели, как выполнять цели, как выстраивать стратегию, куда, что, так сказать, бечь, когда нужно выполнить эти цели, соответственно, какие каналы используются, и, соответственно, каких исполнителей находить. При этом мировая карта различных сервисов на апрель этого года включает уже более 8000 самых различных сервисов. В них включены, в этом году включили и российские сервисы, такие как 1С, такие как Mindbox и другие. сервисы автоматизации маркетинга, помогающие работать маркетологу со всеми задачами, которые стоят перед ним в рамках его, в рамках выполнения его цели. Однако, зачем нам нужен интернет-маркетинг как таковой? Возвращаясь к тому, что большинство из вас – это все-таки представители B2B рынка, то есть компании, которые работают с другими компаниями, а B2B чаще всего работает в основном в оффлайне, то закономерный вопрос раньше был, если мы в оффлайне, то что, нужен ли нам, соответственно, этот интернет-маркетинг? С этим вопросом сталкиваются маркетологи, и руководители подразделения таких компаний, и владельцы этих компаний. И ранее зачастую были предпосылки, и там были ответы, что нет, интернет нам не нужен, вот там есть девочка Зина, пусть она в WhatsApp отвечает на такие вопросы и делает какие-то рассылки. Однако нынешние реалии, они, например, четко уже показали, что если компания ранее не была представлена в онлайне, не говоришь там про какие-то настроенные возможности дистанционной работы сотрудников, то этой компании в подобных условиях будет очень сложно, вплоть до сильных потерь и возможного банкротства. Ну, мы начнем с минимального, грубо говоря, вот, как пример, там, самый элементарный, с чем многие из нас сталкиваются, вот просто ремонт обуви, когда есть какая-то задача, связанная с обувью, там, уходился каблук, нужно починить домок, никогда обычно в голове не держишь специально знания, где находится ближайший, там, ремонтник, как найти мастера, как с ним связаться, работает ли он сейчас и так далее, ну, то есть просто не знаешь. А мастер, соответственно, тоже сидит, думает, что он вот сидит, к нему приходят люди, никакой интернет ему, моя была, я не понимаю, не нужен и не потребуется никогда. Однако, опять же, повторюсь, как ранее, так и нынешние реалии показывают, что если человек, в общем-то, не узнает или не знает ничего о тебе, но, возможно, он хочет воспользоваться твоими услугами, и есть для этого там элементарные возможности, дубль из того же самого, или Яндекс.Карт, когда ты зашел, набрал ремонтовые, и тебе показал, есть мириады мест, куда ты можешь сходить со своей проблемой и тебе помогут там, причем покажут там, работают ли они сейчас, есть ли у них номер телефона, как с ним можно связаться. На Яндекс.Картах есть сейчас там и внутренние чаты, и дополнительные возможности для коммуникации. И при этом сам Яндекс проверяет эту информацию, как и Огл, чтобы предоставить эту информацию достаточно актуальной. Другой вариант – это элементарный пляж, до чего, я думаю, сейчас хотели бы добраться многие из нас, чтобы уже, наконец, отдохнуть, перевести дух. И ситуация приблизительно с ним такая же. Например, есть пляж, он думает, что кому нужно, тот узнает, тот приедет, но ситуация в том, что узнает о нем только тот, кто либо там бывал, либо как минимум проезжал мимо. А в Москве и даже в области у нас, кстати, не так много мест, где можно было бы отдохнуть. И, соответственно, нет каких-то вот рекомендованного списка. Вот туда езди, туда не езди. А для того, чтобы найти этот список, нужно перелопатить кучу страниц государственных сайтов, чтобы, наконец, узнать про это. Но если бы тот же самый пляж, работая со своими клиентами, а мы все-таки, клиенты приезжают туда, мы покупаем различные сопутствующие услуги, время, работаем с официантами, которые там есть и тому подобным, все-таки обратил внимание на сторону интернет-маркетинга, то, соответственно, и используя те же самые возможности карт, он мог бы рассказать о себе, чтобы клиент смог приехать и воспользоваться его условиями, в том числе там проконсультировать и уточнить, какой у них там рейтинг, есть ли смысл туда приезжать, а в нынешних условиях узнать, как у вас там самоизоляция и там как у вас там соблюдается расстояние между людьми и многое другое. Вот. Но это так по мелкой части. Если говорить о крупной составляющей, крупные варианты B2B-компании, то ситуация приблизительно такая же. B2B-компания считает, что интернет-маркетинга как-то кого не нужен, хотя есть много составляющих, которых он не просто им нужен, а важен, полезен и обязательен. И постараемся как раз про эти составляющие затронуть в рамках курса. Итак, а если мы, соответственно, в онлайн, если наш бизнес либо полностью направлен на онлайн, либо же мы активно его используем, то мы возвращаемся к тому, что, ба-бам, есть огромная карта инструментов и направлений онлайн-маркетинга, интернет-маркетинга, которые нужно понимать и по возможности использовать. Ну и, конечно же, с чего мы начнем? Начинаем мы обычно с наших клиентов, с нашей аудитории, чтобы понимать, кто они, что они, где нам их объявлять, как нам их заставить, чтобы они пришли к нам и стали нашими клиентами. Соответственно, нам нужно понимать, как их считать. Для того, чтобы считать и чем считать, есть очень сейчас уже простой список сервисов. Ранее в этом сервисе были десятки различных возможностей, но спустя время одни умирали, другие купили третих, и список сократился практически до трех-четырех основных позиций, которые можно оперировать в своей деятельности. Если мы считаем всю аудиторию, ровно это или какие-то сегменты аудитории, то для этого есть либо счетчики, я имею в виду компании, которые профессионально занимаются аналитикой рынка, такие как Mediascope, бывший ТНСГ, такие как Brand Analytics, Data Insight, Алифинтернет, Ком и другие компании, которые обсчитывают в целом, определяют какие-то тренды, определяют задачи, поведение аудитории и подсказывают нам о том, на что нам стоит обратить внимание. Если говорить уже непосредственно про интернет-маркетинг, то у нас два блока, это естественно про посещаемость. Посещаемость у нас есть чужая, которая всегда всех интересует, для этого есть сервис Simnerweb, который предоставляет данные по всем сайтам, имеющим более-менее живой какой-то трафик, я имею в виду массовый, хотя бы там 20-30 тысяч человек в месяц, приходящих на этот сайт. И соответственно, ЛИФинтернет, но при учете, если статистика сайта открытая, то есть не в закрытом доступе по паролю, а в открытом варианте. Такое часто бывает, либо выпуски разобывают, закрытые, либо считают это обязательным. И зайдя на ЛИФинтернет и указав интересующий сайт в необходимом поле, можно даже посмотреть данные по чужому трафику и по его подробностям. Если же все-таки интересует слоя посещаемость, то для этого есть уже тоже два варианта, либо это Яндекс.Метрика, либо это аналитика Гугла, которая может быть либо универсал аналитика, либо Гугл аналитика. Интермент практически одинаковый, но там немножко с разными задачами. Ну и наконец, если мы подбираем аудиторию для наших рекламных коммуникаций и для выполнения каких-то компаний, есть, во-первых, опять же, медиаскоп, с которым можно работать, либо с их бесплатными данными, либо заказывая платную информацию. И есть, опять же, их интернет, есть сервисы, находящиеся, например, внутри социальных сетей и работающие с этим трафиком, таким как, например, серия Бра, которая отлично активирует аудиторию ВКонтакте. И есть, конечно же, внутренняя аналитика различных рекламных площадок, того же самого Фейсбука, Одноклассников, Мэйл.ру и другие. Что было ранее с данными по аналитике? Есть два варианта, и было два варианта, как анализировать свой сайт. Первый — это просто контроль логов. Есть часть интернет-маркетологов, мастеров, системных администраторов и так далее, которые не признают какие-то там чужие счетчики, они делают свои счетчики, наставил, которые берут логи сайта, посещающиеся сайты, которые видят сам сервер, закачивают, переводят в график и уже сами смотрят те реальные данные, которым они доверяют. Так, если под личным системам, один, например, не доверяют. Но в основном, конечно же, все восстановлены как самые различные счетчики. Как мы видим из графика, на первом месте по рейтингу установленных систем был Лифинтернет, на втором рейтинг, соответственно, Яндекс.Метрика и Google Analytics. При этом обычно на одном сайте стоит не одна версия какой-либо аналитической системы, а сразу две. Например, сразу Яндекс.Метрика и Google Analytics. Почему так бывает? Потому что несмотря на то, что общие тренды и общие показатели будут приблизительно одинаковые, но по некоторым составляющим расхождение все равно будет. Потому что разные методики подсчета, разные варианты наблюдения за пользователями, считывания кук и тому подобное. поэтому на сайте лучше использовать сразу две метрики, я имею в виду две системы, которые анализируют заходящих на сайт, сразу Яндекс.Метрика и сразу и Google Analytics. Так вы сможете безопасить себя в потеря каких-либо данных по посетителям и по их действиям. Что сейчас можно сказать? Опять же, все сводится к тому, что основной инструмент стал уже либо Google Analytics, либо Яндекс.Метрика. А тот показатель, который был на предыдущем графике, где на первом месте стоял их интернет, к сожалению, показывает лишь то, что владельцы сайтов, где есть только их интернет, они не особо озадачены своим продвижением, они не озадачены тем, чем занимаются у них аудитории на сайте и тому подобное. Им просто нужно понимать, сколько человек там пришло, не знаю, откуда, из каких регионов и так далее. А какая-то подробная статистика им в принципе нужна. Если же нам для своего продвижения или анализа для принятия решения и построения стратегии нужно больше информации, то, соответственно, вариантов у нас два. Яндекс.Метрика и аналитика. Да, вот как раз предвидим то, о чем я чуть ранее говорил, то, что 63% используют одну систему на сайте и 22% используют две системы и более, которые получают данные о аудитории доходящей на сайте. Давайте перейдем теперь к общему рынку. Данные за 2020 год, по итогам 2019-го, как вы видите, вся наша аудитория, с которой мы сейчас работаем, максимально уже приблизилась к всему населению страны, это 79% всего населения, 96,7 миллионов человек, но опять же, эта же статистика, эти же данные показывали, что 20% аудитории за последние 20 лет ни разу не пользовались с каким интернетом. То есть они могли проходя мимо что-то заметить, они могли знать об этом, но пользоваться какими-либо возможностями, погружаться, как-то это использовать, они никогда этого не касались. Для нас, как для интернет-маркетологов, это сразу наверное может идти хорошо и плохо. Хорошо, потому что кого могли, мы уже в принципе всех, что сказать, выгребли. Вся аудитория, которая могла быть с нами, она уже с нами. Но та аудитория, которой мы никогда не касаемся, вот эти 20%, и видимо уже никогда не коснемся, это говорит о том, что самим компаниям, которые у нас есть на рынке, необходимо помнить, что в их продвижении, разработке продуктов, разработке каких-либо решений, есть большой пункт, о котором не стоит забывать, что если компания увлечется, или даже весь рынок увлечется созданием продуктов для молодой аудитории, продвинутой аудитории, разбирающейся в интернете, разбирающейся в технологиях, то бизнес этой компании абсолютно полностью теряет для себя огромный пласт аудитории, это 20% населения. и к сожалению, я бы сказал, что наблюдая за российским бизнесом, так именно и происходит, потому что на рынок выходят новые бренды, новые услуги, новые товары, которые направлены на основную аудиторию на 80%, а для другой аудитории, которые не пользуются интернет-коммуникацией или интернет, ничего нового, для них есть образный ряд какой-нибудь магнит и пятерочка с какими-то страшными товарами, на которые в случае чего не пожаловаться, толком ими воспользоваться, и тому подобное. Не забывайте про эту аудиторию. Ну и соответственно вторая часть графика говорит о том, что в основном интернет-трафик стал уже мобильным, мобильный телефон это основной источник, поэтому при всех коммуникациях, при разработке компаний, при разработке сайтов нужно учитывать, что ваша аудитория, ваша основная аудитория, которая сейчас видится на мобильной если вы не будете этого учитывать, и отказов будет много, и продажи будут не так хороши, и соответственно пользы для вас будет меньше, чем если бы вы поставили эту аудиторию на первую. Ну и соответственно, как мы видим, 90% пользы на данный момент доходят в интернет каждый дебют. главные выводы, которые были по итогам 2019 года, это как бы для нас маркетологов, для общества это и важное то, что интернет-маркетинг и интернет как таковой уже сделал вклад в экономику более 6 тысячи рублей. При этом наш блок посвященный маркетингу это 314 миллиардов рублей. Работая с аудиторией, которая либо пользуется услугами маркетинга, либо вы на стороне компании, которая предоставляет услуги маркетинга, вы можете понимать объем рынка, с которым вы работаете, на который вы рассчитываете. Другой блок информация это соответственно то, с чем большинство из нас тоже каждый день сталкиваются в специальной медиа в России. Опять же, как бы Инстаграм и Фейсбук не был визуально как бы популярен и как бы не считалось, что они самые насыщенные в низких виде, ВКонтакте все так же остается на первом месте. Вот, например, на Ябре дитна до года по сравнению с теми же самым Инстаграмом, у него более чем в три раза больше различных сообщений было. При этом авторов не намного больше. То есть эта аудитория намного активнее и намного больше комментирует друг с другом. и также сам бизнес комментирует с этой аудиторией намного активнее, чем в том же самом программе и, например, в том же самом Фейсбуке. Другая платформа, которая сейчас активно растет, многие задаются как раз вопросами о том, есть ли смысл ее использовать. А это TikTok. Уже 7,4 миллиона активных пользователей в России, пользующихся этой платформой. Данные по просмотрам 6 раз вход в приложение, а это очень даже немало, и 38 минут использования платформы как таковой в день. Ну и, соответственно, женская аудитория это 60 процентов использования. Сказать, как правильно использовать платформу на данный момент достаточно проблематично. Все компании, которые уже пришли на платформу, они занимаются экспериментами, работая либо с теми блогерами, которые уже есть на этой платформе, либо инициируя какие-то свои флешмобы, либо работая на ощупь, просто размещая какие-то материалы от себя и предлагая воспользоваться, но абсолютно точных данных об эффективности или, например, данных о том, насколько увеличится продажа после тех или иных компаний пока нет. При этом даже по компаниям, где основной задачей был, например, объем участников той или иной рекламной компаний, например, компания, которая была у Лейс, или компания, которая была у Сбербанка, или компания, которая была, кажется, большая группа пятерочкой. с одной стороны, цифры показывались большие, что там миллионы миллионов участников, но когда другие эксперты начинали ковыряться в этих данных, то не сказать, что данные были лживые, но по многим показателям статистика была достаточно провальная, почему? потому что если то же самое X5 Retail Group, если расчет был на одну аудиторию, на российскую аудиторию, то было видно, что в компании принимали участие и огромный пласт аудитории, которые к русскоговорящей и к российскому не относятся вообще. Ну, потому что компания продвигалась на платформе, и это замечали жители других стран, просто ради интереса заходили посмотреть, кого-то это там увлекало, кто-то этим пользовался, кто-то участвовал, но эффективность она всегда должна быть на первом месте. В данном случае стоит как бы под вопросом, был ли результативно эта компания с точки зрения продаж непонятно. Поэтому все более-менее средние экспресс-бизнесы все еще находятся в режиме ожидания разглядывания экспериментов, которые крупные компании проводят на этой платформе для того, чтобы понять, а есть ли польза от этой платформы. Так же, как в свое время все разглядывали Facebook, Instagram и другие инструменты. это следующий важный блок, который относится к рынку и то, что сейчас популярно у многих нас, особенно у молодежи, это подкасты. Подкасты стартовали к развитию своего буквально года полтора-два назад, и сначала многие сомневались, что это вообще будет кому-то интересно, потому что подкасты, первых список подкастов буквально лет, пять, семь назад, когда люди начали делать какие-то либо аудиозаписи, либо видеозаписи, проводить какие-то интервью, или выкладывать себя и рассказывать о чем либо, на какие-либо тематики. Но тогда для той аудитории, которая, видимо, была в то время в Рунете, тема не очень запошла. Да, был какой-то сегмент аудитории, которым было интересно, но мотивировать эту платформу, это начинание и получить какую-то прибыль от этого было практически невозможно. Сейчас же видимо все изменилось, потому что пришла более обновленная аудитория, которая заинтересована в других действиях и других информации, в другом контенте, и по каждому из подкастов видно его посещаемость, прослушиваемость, о том, как его цитируют в СМИ, о том, как эта информация становится вирусной и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, это тот инструмент, который постепенно становится популярным и, возможно, в ближайшее время у многих попадет в их маркетинговую тратегию к использованию. Интегрируюсь туда как просто с рекламой, интегрируюсь туда как бьюстейкерин, интегрируюсь туда возможно как самостоятельная организация тех или иных подкастов на различные темы, и, соответственно, будем наблюдать за развитием этого инструмента дальше. Какие основные блоки, темы, подкастов аудитория интересует? Ну, вот такая разбивка на первом месте. Все-таки абсолютно молодежная информация, такая как спорт, музыка, Игорь или психология, более возрастные, так сказать, тематики, они пока на меньших позициях. Ну, и, наконец, вернемся к вопросу нашего рынка, объема нашего рынка маркетингового в ВУНЕТе от 366 диагнозов рублей, и главные тренды указаны как раз вот ниже, то, что на первом месте, то, что интернет-реклама уже обогнала телевидение, если бы не два последних кризиса, это произошло бы уже, наверное, в году в 2016, но, к сожалению, каждый кризис обваливал объем довольно сильно, хотя и рынок продолжал расти более чем на 10% в ВУНЕТе. При этом понятно же, что видеореклама продолжает расти, и сейчас она растет быстрее всех остальных рынков и игроков рынка, движение в сторону, максимальная персонализация, то есть, все так же полив рынка из телевизора или баня на Яндексе уже никого не удивишь, и он никому не на Яндексе и все активности должны быть персонализированы максимально. а также важный тренд, который использует в офлайн-дарнах, к этому относится, например, использование данных чеков компаний, например, там, Эватор или ОФД, которые выгружают данные по покупкам в тех местах по тем или торговой позиции, и это можно использовать в продвижении. Следующий блок — это борьба с недобросовестной рекламой, этим занимаются ассоциации, присутствующие на этом. Ну и опять же, вопросы качества измерений последний месяц и последний год стали достаточно острыми, потому что у различных крупных игроков рынка есть различные претензии к аналитическим системам о том, как они считают рынок, как они используют данные для размещения рекламы, показа рекламы, но пока нет, опять же, четкого ответа, нужно наблюдать, контролировать эти вопросы, потому что там такой аналитический сервис, как Сизмик, например, у него есть определенные тенды и возможно видео из российского рынка, хотя достаточно крупная международная компания и международные бренды используют только ее. Дальше, какие основные растущие показатели интернет-маркетинга для проявления есть? Соответственно, на первом месте самая растущая это у нас перфоманс-реклама, мы ее качнемся коже, конечно же, медиа-реклама, видеореклама, разработка дошла до стадии стабильности, когда разработка, конечно же, есть, но уже нет какого-то резкого роста, резкого развития, и поэтому многие веб-студии, которые присутствуют на рынке, либо закрепились, либо же постараются укропниться, либо объединившись, либо продавшись, либо скупив других игроков рынка, чтобы повысить свою профессиональность, чтобы повысить заходы и не уйти с рынка какого. Также обстоит практически дело из качнет-маркетинга в соцсетях, которые определяются на два блока. Это маркетинга в соцсетях в 12 миллиардами рублей и, соответственно, маркетинг в 16 миллиардах. Вот, перейдем дальше. Прогноз на этот год уже с учетом того, что у нас происходит за окном, был прогноз до событий в 70 миллиардов рублей и, соответственно, то, как аналитики определяют нынешние условия, в марте этого года 346 миллиардов рублей. С учетом того, что события продлились и на апреле, и на май, и, как мы видим, скорее всего, и на еду, то, показатель будет еще меньше. хотя мы будем понимать, что все равно рынок маркетинг останется как минимум на стабильном уровне, то есть он не вырастет на десятки процентов или на 5 даже процентов, но он, как минимум, не упадет. Но мы ожидаем все равно определенные негативные тенденции, такие, как отказ от рекламных размещений, либо перенос рекламных компаний, на другие вознеслики, потому что многие бренды, да и выдумав свои компании, отменили те или иные размещения, потому что не было какой-то точной уверенности, что будет дальше, как нужно работать с ручьбери, как нужно смениться, какие каналы нужно сменить, не было понятно в какой-то момент ничего, и только сейчас уже заметно оживление рынка, когда люди более-менее привыкли то есть цеполаживающие те или инициативные стороны. Следующий момент это отказ от экспериментов с рекламными форматами, перенетать бюджетов на более дешевый инвентарь. Мы постараемся коснуться этого пункта в каждом канале, с каждым инструментом. Дальше это наиболее сильное падение считается на рынке медийной рекламы. Но в принципе здесь тоже моментом. Потому что в основном медийная реклама уже пришла в разряд имиджей, и она же будет порезана первой же во всех маркетинговых стратегиях, потому что, грубо говоря, не те времена для того, чтобы красоваться, сейчас задача зарабатывать деньги, делать продажи, ратить свою аудиторию и своих клиентов. дали основная средняя доля рекламного бюджета российской компании это порядка 36%. Многие ученики курса задавали вопрос о данной цехе, о том, что сколько же нам лучше всего бюджет оставлять на продвижение, на интернет, вот как раз в данном случае ответ, что лучше всего где-то цех бюджет и отправить. Какие есть сложности, какие есть изменения, так сказать, в ландшафте интерактивная реклама, есть новые форматы, которые активно используются, такие, как, например, интермативная реклама, позволяющая интегрироваться в фотоконтент. Это есть в Инстаграме, это есть в Фейсбуке, это есть в этого можно достичь специализированные сервисы, куда можно встроиться в свою рекламу. Это развитие аудиорекламы, мы об этом говорили, те же самые подкасты, это формат дополненной реальности, виртуальной реальности, что будет, скорее всего, большим влиянием на рынки мероприятий и вентов, потому что большая часть аудитории будет боязнь участия в оффлайн событиях, малые и крупные не были, но есть определенные прогнозы, что в ближайшее время многотысячных мероприятий нам лучше всего не ждать, потому что большая часть аудитории возможно захочет либо смотреть дистанционно, либо использовать какие-то новые форматы. для этого уже появились возможности использования дополненной реальности, когда человек как бы присутствует на месте, но на самом деле в себе комнате и использует очки виртуальной реальности. Там внутри будут все те же самые стенды, все те же самые доклады, но просто в игре и в данном случае в этом бизнес-отложении будет присутствовать не человек, а его аватар. Второй блок тоже касается, что увеличивается вопрос персонализации, требуется возможность интергетинга по флайдаму, и соответственно наружная реклама вокруг нас тоже меняется и начинает переходить в разряд интернет-маркетинга, потому что к ней уже можно прикручивать данные от аналитики и показывать наружную рекламу необходимой аудитории, а не всем тем, кто приезжает нему, например. Для этого есть возможность как у Яндекса, так и крупных реклам, которые занимаются размещением наружной рекламы. Тоже относящиеся данные к основному рынку, с которым мы работаем, есть онлайн ритейл, это триллион рублей за 2019 год, онлайн трейл относится 730 миллиардов рублей, и рынок электронных платежных услуг, это 1 триллион 338 миллиардов рублей. То, на что нам все можно ориентироваться. Ну и, наконец, рынок ИСУ, это 808 миллиардов рублей, разбивка на 4 основных блока по мероприятиям, профессиональным бытовым условиям, старки еды, который как раз вырастет сейчас многократно, транс и, транс и, наконец, взгляд на фазы кризиса, которые повлияют на интернет-маркетинг, на рынок рекламы, как таково, в марсе был что-то так называемый шок, истерика, потому что никто не знал, что делать, и как на все это реагировать. и росло в то время только одно люди хотели хлеба из деревьев, это значит они хотели доставки еды, они хотели доставки заказов и часть коммерс-рынка начал активно расти, ну и, конечно, какие-то развлечения, которые помогут держать людей дома, или там помогут развлечь детей, которые остаются дома, соответственно, хорошо я прошу прощения, у нас кого-то выкинуло из зум-конференции, кто-то там стучит, пустите их, пожалуйста, из группы. Момент, сейчас посмотрю, да, 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 добавили. Спасибо, иду в WhatsApp. Так, и, соответственно, сейчас уже, как я уже сказал, произошло принятие доставка, рынок более-менее пришел в себя, все поняли, на что смотреть, что использовать, как с этим жить, еще дальше стала расти доставка, произошел еще больше рост потребления онлайна, ну и, соответственно, заметно начали расти ситуационные тегменты, такие как образование, питание, медицина и другие блоки. Что мы ждем, соответственно, на лето и дальше, да, будет выход изоляция, надеемся, все, будем ожидать, что не будет второй волны какой-то сильной и больше сильных ограничений, будет удовлетворение отложенного спроса, как по туризму, так и по обучению, так и здесь уже продажам всего и вся, возможен возврат бюджетов, который производит достаточно плавно, и, соответственно, дальше нас ждет какая-то новая реальность, не в том смысле, что, как вот эксперты, так сказать, в телевидении, на ТВ-каналах кричат о том, что завтра уже будет совсем другим, не таким, как сегодня, да, но все равно будет какая-то новая реальность, каким-то, возможно, новым моделем потребления, рынок онлайн-услуг продолжит расти, и в данном случае не плавно, а достаточно резко. Доставка и коммерс на этот раз был до всех, в том числе, я думаю, 99% различных битубий бизнесов, чем бы компания не занималась поставкой шпальдеров бетонных блоков, поставкой какого-либо агропитания, сельскохозяйственных удобрений и чего угодно и тому подобное. все равно все будут опасаться каких-то личных коммуникаций, будут опасаться того, что они будут терять лишнее время, да и опробовав по максимуму в нынешних условиях использование многих услуг и покупок использования различных сервисов удаленно, человек конечно скажет, ну это клево, мне понравилось, я хочу так, чтобы дальше было, я не хочу ходить в магазин, я не хочу никуда ельни, я хочу зайти на сайт и там может быть даже в WhatsApp написать, что я хочу и чтобы мне это привезли, я готов карточка сейчас оплатить и все. И с учетом того, что люди, опробовав это не только в Москве, в крупных городах, ну и в малых городках таковых, опробовав эти возможности, они не хотят отказываться от этого удаленно решения и будет просто не захотят, но и захотят, чтобы эти возможности распространились на то, что ранее даже не представляло, не представлялось как при работе в дистанционном варианте, да, какие-то троительные рынки, какие-то услуги дорожных рабочих и то есть все будет так сказать в варианте рекоммерса. Но хотя все равно возможно кто-то станет старобрядцем и захочет идти в этот дивный новый мир. Далее идем уже непосредственно к инструментам. Мы подумали, посмотрели правый тюрьм, как мы считаем, чем мы считаем, какими сервисами можем находить, где можем находить, знакомились с трендами, которые происходят на рынке и теперь можем обсудить блок о том, что со всем этим нам делать и с помощью чего. Какая продуктовая линейка digital в основном есть сейчас. Есть контекст. Контекстная реклама с использованием одной ну или второй системы поисковика. Есть мобайл, есть реклама с оплатой за каждый клик, есть CPA системы, есть работа с маркетплейсами, все, возможности программатика, частично конечно относится к медийной рекламе, но я его вынес в отдельный блок, работа с PR, веб-аналитикам, директ-мейл, различные рассылки и различные контенты, три контента, видеореклама, работа в соцсетях, и интернет-ео-маркетинг. Начнем мы с самого простого и самого старейшего, что есть в интернете как таково, это конечно же медийная реклама, что можно про нее сказать, но про нее в принципе можно уже даже ничего не говорите. Едина реклама в основном сверства, но сверства в том смысле, что она не получает гигантские доли бюджета, она не растет каким-то новым показателям и тому подобное. Она стала таким обыденным инструментом, который, к сожалению, в данный момент могут использовать не все компании, потому что не выполняются задачи присоединяйка, не выполняются задачи получения быстрого результата, поэтому это инструмент относительно нишевой и, возможно, не для всех. Поэтому медийная реклама постепенно трансформировалась и стала в основном автоматизирована через сервисы программатики. Что есть программатика? Программатика – это в рубле покупка медийной рекламы через бюджет, когда вы или ваше агентство, которое закупает для вас медийную рекламу, покупает рекламу не на кримином площадке, например, там у выберу, а идет на специальные сервисы и там в режиме аукциона торгуются с другими покупателями за размещение медийной рекламы не на какой-то определенной площадке, а на какую-то определенную аудиторию. Поэтому сейчас чуть дальше расскажу. Чем можно управлять медийной рекламой? Есть два основных варианта, которые есть. система AdWords, которая принадлежит на данный момент Яндексу, который интегрировал в нее сразу все свои рекламные возможности и предоставляет широкий перечень возможностей как раз для размещения медийной рекламы. Так вот, как работает уже непосредственно программатика? Программатика, можно сказать, состоит из трех составляющих. Есть системы, которые собирают данные о аудитории сайтов. Есть системы, которые непосредственно продают трафик с всяких сайтов либо прямым покупателям либо агентствам, которые приходят на эти платформы в целях, задачах этих самых клиентов своих. Ну и третье, наконец, это платформы, которые покупают трафик у тех сайтов приложений, которые свой трафик могут продать. Таким образом, весь сайт цепочка агрегируется, и когда рекламодатель приходит на платформу, через которую он хотел бы разместить свою рекламу, то он может, он размещает рекламу не напрямую, а на каком-то определенном сайте, он, используя дополнительный сервис, который собирает данные об аудитории, будет размещать рекламу не на сайте, а на определенную аудиторию. Ну, то есть, если мне нужно, чтобы мой парнер показался аудитории, например, обязательно в Свердловской области, с Свердловской, Климорского края и, допустим, Хабаровского края. Обязательно, чтобы это была аудитория от 20 до 35, обязательно, чтобы аудитория была заинтересована в детских товарах, и, например, чтобы эта аудитория была постоянной на тех ресурсах, на которых будет сейчас этот панер. В этом серии я убираю эти показатели, загружаю туда свой баннер, и система, используя две стороны, одну с данными, другую с поставщиками трафика, размещает мой баннер через код, как работает контекстная реклама, например, на тех сайтах, где есть нужная аудитория. при этом размещение в таком формате происходит намного дешевле, чем если бы я размещал этот баннер напрямую у той или иной площадки. Причем, скорее всего, у той площадки этот баннер был бы не карпетированный, то есть не показывался определенной части аудитории, а показывался сразу всем. таким образом реклама становится более присоединифицированной, то есть нужный баннер показывается нужному человеку, который нужен, соответственно, этой компании. Все достаточно удобно и просто. Но, опять же, скажу, что остался еще процент компании, которые работают напрямую с теми или иными сайтыми, либо же сами сайты не стремятся к тому, чтобы продавать медийные размещения, медийные места через программатику. Опять же, из-за того, что в данном случае они теряют деньги на это. Итак, какие здесь возможности у систем управления размещения медийной рекламы? Ну, соответственно, есть таргетинг по часам по дням, чтобы, например, в B2B-каналах, в B2B-каналах, в B2B-каналах продвижении не показывать рекламу выходной день не аффинитивной аффинитивной аудитории. Соответственно, другой блок по географии, по числу показов день, в стерео, по числу показов одному пользователю, по конкретным адресам сайтов и страниц, чтобы баннер показывалось на какой-то только определенной странице. А если это связано с нативной рекламой, чтобы тот контент, который есть на этой странице, он был бы по смыслу связан с баннером, чтобы у человека была связка какая-то. И, конечно, по количеству показанных баннеров на одного человека. По количеству показанных баннеров на самой странице. Какие дополнительные настройки? Ну, конечно, сценарный показ. Это связано с тем, что баннер может показываться в зависимости от тех или иных действий посетителя сайта на самом сайте. Если он, например, зашел в какой-то определенный раздел, или он кликнул по какой-то кнопке, или он побывал на трех специальных страницах, и потом перешел на лендинг, который для вас является целевой, тогда нужно ему показать баннер. Ну, то есть сценарный показ – это показ на основе какого-то сценария, связанного с действиями от тех или иных. Только новым пользователям, которые не заходили, например, на этот сайт. Ремаркетинг, когда баннер гоняется за нами после того, когда мы в том или ином интернет-магазине или на том или ином сайте заинтересовались каким-либо продуктом или условием, и после этого баннер начинает гоняться за нами после сайта, чтобы вернуть нас обратно. Если мы все равно не произвели покупку, ну, к сожалению, там проникательные настройки и отсутствие связи с ухлайн-данными, баннер может гоняться за нами даже тогда, когда мы уже купили этот товар. И, возможно, уже использовали, если это туристическая путевка, то есть когда я уже купил путевку, слетал, но уже вернулся обратно, а баннер совершил предлагать не купить путевку. Следующий блок — это поведенческий таргетинг по тематическим словам, когда человек пришел по каким-то определенным словам на этот сайт. И, конечно же, по тематическим сайтам, когда мы показываем рекламу в зависимости от того, какие сайты смотрит этот человек. Ну и, конечно, по словам, по темам, в зависимости от того, сколько лет, с кем мы работаем, где же мы сейчас занимаемся. Вот как раз сайт, который хотел бы чуть раньше показать, это то, что 93% рекламных ориентах в мире закупают сейчас рекламу от лишь программатики. При этом 80% покупают рекламу через системы, которые обогащают своими данными рекламные кампании, чтобы размещение было перспективно и баннеры показывались не просто задешево, а показывают нужную аудиторию, нужное время и, соответственно, с нужной эффективностью. И разбивка как раз по бюджетам, которые есть по этому рынку. Как видите, в 2020-2021 год цена, рост продолжается в большинстве кампании. В России приблизительно такие же данные. Следующий тренд, который есть в медийной рекламе — это перформанс. Касательно перформанса мы уже будем затраивать его в дальнейшем несколько раз, потому что перформанс рекламы, перформанс маркетинг является сейчас основным вектором или наиболее популярной стратегией работы в интернет-маркетинге, в гуны, тебе и в мире как таковы. Поэтому это важно рассказать и заранее. Основные составляющие данного подхода, они достаточно просты. Во-первых, это глубокая аналитика данных при начале разработки ваших рекламных кампаний. Это правильная постановка целей, комплексная стратегия, что означает, что не как раньше предприниматели и маркетологи думают, «Ну вот я сейчас запущу контекст, и мне там подъется трафик, придут продажи, все будет хорошо». Или там «Вот я сейчас разрешу баннеров во Вконтакте, и мой бизнес заколосится, и больше ничего делать не нужно». Сейчас так в принципе не пройдет. Точнее, в какой-то степени бизнесом может повезти, и прибыль, конечно же, будет. Но для того, чтобы работать эффективно и не платить за то, что не приносит вам никаких нормальных денег, а только со всем денег затрачиваем, то, соответственно, нужно устраивать комплексные стратегии. Это мы используем, это мы не используем, это мы можем использовать чуть позже и так далее. Наконец, управление рекламными каналами, которые будут производиться во время размещения рекламной кампании и после нее, для того, чтобы было, опять же, эффективно. Итак, первый блок – это использование аналитики, проведение анализа. Зачем мы это делаем? Сначала мы анализируем нашу целевую аудиторию, в том числе, откуда пользователи пришли, что они сделали, из какого канала, кто они и почему они. Во-вторых, соответственно, анализируем поисковую выдачу в данной тематике. Для этого мы берем Wordstat, Яндекс.Роу и другие сервисы, и смотрим, как те или иные тематики были популярны, в каком уровне, в каких регионах. Стоит ли на это обращать внимание и можем ли мы использовать это предложение. Текущий уровень конверсии на сайте. Если мы, например, тем иным продуктом выходим, то есть мужчина уже его на сайте и видим какие-то показатели, это показатели, которые являются для нас начальными. От этого нужно сталкиваться, как минимум, чтобы при выполнении бесплатной компании эффективно было ниже первоначальных данных, которые у нас были. Транзакционная последовательность. То есть это анализируется, анализ звонков. Ну, то есть все действия, которые были у покупателя от самого начала, когда он пришел на сайт, открыл страницу, позвонил в магазин или к нам в офис, поговорил, потом позвонил еще раз, написал письмо, какие дальше претендуют заказы, пошли ему и на тапу. Пайтселлер отказывается, там, пути движения товара к этому клиенту, когда этот товар придет к нему. Ну, то есть все цепочку. Дальше составляем семантические игры рекламной компании, ну и, конечно же, анализируем эффективность всех источников трафика и других составляющих. Второй блок – это постановка целей. Причем, в зависимости от цели бизнеса, подбираются те рекламные каналы, инструменты, которые не формируют рекламную комплексную стратегию и определяют бюджет и источник из этой компании. Такие важные блоки целей присутствуют. Во-первых, здесь бизнес-целлер. Что есть? Это положение компании на рынке, есть уровень продаж и прибыли. Есть маркетинговые цели. Есть изменения потребительской базы, есть задачи привлечения новых клиентов, изменения привычек использования и так далее. По этим маркетинговым целям мы будем уже в конце сегодняшней лекции общаться. По коммуникационным целям есть формирование потребностей в товаре, повышение его узнаваемости, формирование отношений к продукту. Ну и, наконец, медиа цели, что более относится к пиарщикам, к пиароспециалистам, которые выражаются в формате медиапоказателей. Сколько всего я смотрела, какой пожилой охват, какая чистота, витирование и так далее. Важно, приятно, несколько показателей, которые можно и нужно использовать, наверное, даже не только в маркетинге, но и в маркетинге как таковом, и не просто использовать, но всегда об этом помните руководство. Руководство, во-первых, цели должны быть конкретные. Ну, то есть, это не должно быть, что мы хотим, чтобы у нас произошел рост продаж. Цель должна быть конкретной. По какому товару, насколько, в каком канале. Во-вторых, цель должна быть измерима. Мы должны понимать, насколько в показателе та или иная продажа, деленные действия должны быть в цифрах. Цель должна быть, опять же, достижимой, потому что можно, с одной стороны, там, сказать, вот, мы выведем продукт в следующем году для каждого третьего москвича. Но, соответственно, нормальные определения это тогда мы знаем точно, что и как мы будем продавать, потому что, исходя из первого, потом будем продавать, потому что, исходя из первых двух целей, когда цель должна быть конкретной, измеримой, мы не можем, что, не можем сказать, что вот, мы хотим каждому третьему москвичу продать этот товар. Нам нужно понимать, в каких каналах, с какими инструментами, в каких объемах, что конкретно мы хотим достичь. А просто так вот, ну вот, что-то мы там хотим. Это неизмеримо. Конечно же, цель должна быть значимой для бизнеса. Ну и, наконец, цель должна быть веронечной во времени. То есть, нельзя сказать, что мы хотим просто увеличить продажи, нужно понимать, в течение какого-то периода времени, у нас должен производить рост и благодаря чему. третий блок, это построение непосредственно комплексной стратегии. В рамках перформанс-компании, перформанс-марсинга, для каждой компании подбирается наиболее эффективный для каждого бизнеса рекламный инструмент. Как до запуска компании, так и во время запуска и после мы анализируем те инструменты, оставляем при необходимости корректируем, убираем выточные и, соответственно, добавляем новые прогнозирующие этапы. Простите, пожалуйста, а можно определение перформанс-маркетинга? Вот, не совсем понятно. Вот в принципе можно сказать вот на этом слайде, что такое перформанс-маркетинг, оно как раз и разъяснение получается. Перформанс-маркетинг, когда вы используете не отдельный какой-то канал продвижения, например, контекстная реклама, да, или там медийная реклама, а вы используете комплекс различных инструментов, увязываете его вдруг друг с другом и полностью анализируете как до начала компании, так и после компании. Поясню более подробно. Например, мы хотим выйти какой-то новый продукт, например, новый повар банки на рынок, который там с суперемностью. Для этого мы анализируем аудиторию, на которой мы хотим продвигаться, понимаем, какие нам каналы нужны, и дальше соответственно мы подбираем те каналы, те инструменты, которые должны использоваться, но с тем условием, чтобы использование того или нового инструмента было связано друг с другом. То есть, мы, например, берем контекстную рекламу, вводим человека на сайт с помощью контекстной рекламы, дальше мы управляем другим сервисом, то есть, передаем данные из контекста рекламы, передаем этого человека в другой сервис, например, в WhatsApp, или там в другой канал, получая данные, например, о его номере, или там получая куклу о его местонахождении, или получая его макадрис. Мы, используя эти данные, можем дальше коммуницировать с этим человеком в другом канале. Например, сделать ему отправку уведомления в соцсети, уведомления, например, на почту или там еще как-либо. Ликже мы можем ему показывать какой-то индивидуальный баннер. Если же он не сделает этого функта, то пора сделать какую-то следующую операцию. Если соответственно он уже с нами прокоммуницировал, данные должны выразить в этом селе, и мы должны понимать, что человек прошел с нами вот такой-то путь, мы это все должны проанализировать, понимать, как он к нам пришел. Если мы в этой цепочке видим, что какой-то из инструментов можно исключить, и это достаточно массовый случай, то этот инструмент мы можем исключать совсем. Соответственно, в данном случае мы начинаем экономить на этом. Ну и в дальнейшем передавая человек инструмент в инструмент и продолжая уже работать после того, когда он сделал с нами первую покупку, вот это как раз и будет перформанс маркетинг. то есть мы во-первых используем не единичный инструмент продвижения, а цепочку инструментов, и во-вторых предложения и работы становятся персонифицированными. То есть мы для каждого конкретного человека автоматизировано выдаем контент, выдаем инструменты, выдаем сервисы, чтобы полностью его контролировать. Надеюсь, понятно и так соответственно как раз четвертый блок это наверное самый главный блок который перформанс маркетинг это отказная аналитика, когда мы полностью анализируем всю компанию на основе информации о продаже за счет отслеживания пути как раз сквозь всю воронку продаж как позвони через какой сериус где он находится как он узнал что он сделал чтобы его в какой-то момент могло откугнуть какой товар его заинтересовало вся информация должна собираться ей дальше есть соответственно несколько вариантов контроля в данной статистике есть возможности использования специализированных вересов таких как например Ройстад или Комэджик есть или Комэджик есть возможности если есть свои программисты настраивать выгрузку данных сбор данных со всех источников в Microsoft по RBI и так будете видеть все данные по аналитике по этой аудитории будете понимать какие каналы для вас эффективны и каких инструментов для вас эффективны которые вы быстро сможете управлять своими бюджетами каналами они как раньше например на месяц размещаем такую контекстную рекламу или на месяц мы повесим компанию и мы весь месяц делаем вот такие рассылки и платим за это рассылочек используя сквозную аналитику вы внести изменения в свою структуру интернет маркетинга можете буквально в любой час как только вы видите в выкраске данных на дашборде все статистики моменты которые являются негативными вы понимаете что так вот вот этот инструмент мы выключаем не будем там денег пройти если вы видите что конверсия вот с этого канала с этого инструмента у вас выросла вы понимаете что туда нужно подлить больше чтобы эффективности продаж у вас было больше вот нюансы полная настройка перформанс компаний как таковая и всего маркетинга это довольно дорогое удовольствие для этого бюджетное продвижение должны быть у вас ну как минимум от 100-200 тысяч рублей в месяц хотя наверное у B2B компаний с бюджетами проблем нет но все же все считаются все деньги маркетинговые бюджеты тоже не резиновые поэтому не все компании могут позволить себе сделать полностью перформанс-маркетинг компании сразу по всей бюджетной но что не отменяет того что вы можете использовать элементы этого подхода как минимум вы можете использовать возможность сквозной аналитики полностью контролируете на какие номера телефонов какие рекламные размещения из каких лендингов каких каналов к вам приходят потребители а с каких меня приходят вы понимаете работает или не работает вы понимаете работает или работает с блоггером или не работает все в данном случае мы будем как раз посчитать ну а уже там другие составляющие которые тоже относят к верховому их в данном случае если бюджеты небольшие можно если уж не отринимать то его используют эпизодически итак следующий блок который близко связан с медициной рекламы это контекстная реклама за последние 10 лет максимально сблизился с возможностью пики в том смысле что и тангетинг и визуал стал уже максимально близок к самой медициной рекламе есть два варианта контекстной рекламы есть поведенческая когда реклама показывается зависит тех людей у человека в культовиках или на сайтах а когда он ходит по каким-то определенным сайтом ищет определенные условия что-либо и второй тематический когда то же самое посетитель ходит по каким-то определенным тематикам но и при использовании управления рекламы настройки практически такие же как и медийные рекламы инструменты для управления практически те же что и медий есть лама который позволяет одну регистрацию на платформе тело размещения на яндексе и гугле в соцсетях используя сервисы сфорной аналитики такой как call touch или call текина аори например какие тренды есть в контекстной рекламы интернет к самому удивлению продолжает постепенно развиваться то есть он есть это не просто заплатить за объем показов или кликов если смотреть на тот же самый яндекс то например при контекстной рекламе есть уже возможность использования направления CPA когда вы платите не просто за клик не просто за какие-то показы а вы платите для определенных действий которые связаны вот если по второму блогу смотреть с определенными сегментами которые указаны в метрике то есть компания показывается не просто той аудитории которую вы приблизительно понимаете и которую настраиваете в контекстной рекламе а выбранному сегменту который вы построили у себя в Яндекс в метрике вычли например в самой метрике сохранение вы можете перезагрузить рекламу в контекстной рекламе Яндексе и показывать рекламу только этой аудитории ну то есть например вы в метрике можете настроить сегмент аудитории по следующему варианту например он заходил на главную он заходил в контакты и он посмотрел первые две страницы каталога интернет-магазина ну допустим вы сохраняете этот сегмент погружаете его в ипоследствии в контекстную рекламу и можете размещать рекламу и показывать уже только по этой аудитории либо же по каким-то другим сегментам вы можете при этом если использовать в данном случае что человек например не просто должен после клика по рекламе прийти к вам на сайт он должен там нажать кнопку купить или нажать кнопку связаться или подписаться и сделать какой-то призыв далее появилась возможность использования карточки компании то есть подписание компании где она находится в ВКонтакте из Яндекс.Карт в выдаче самой рекламы появились возможности использования видео контекстной рекламы потому что видео реклама продолжает в России в ВКонтакте поэтому теперь контекстной рекламы есть не просто текст но есть и видео ну и опять то же самое подход когда вы контекстной рекламы дирекируете целый комплекс работы следующий блок следующий инструмент тоже достаточно крупный это соцсети есть есть социал медиа оптимизация и сюда же я работаю с различными блогерами которые стали действительно уже за последние пару лет то что основные размещения в соцсетях это либо нативная реклама когда либо какая-то стрельбите либо просто какой-то пользователь пишет публиковый пост о какой-либо услуге товаре кто-то купил воспользовался ему очень понравилось это прям вау это было круто подобное то метод ни рекламы ничуть ну просто я понял мне все понравилось я просто о чем скажу но в данном случае это может быть просто обыкновенная реклама когда этот заплаченный пост и он просто покупает ее соцсетях в себя и прочим по факту можно сказать что большая часть наверное публикации от той или иной от того иного известного человека про тот бренд это нативная реклама потому что звезды делятся своими мыслями в соцсетях достаточно редко какие-либо они популярные не были им уже достаточно тяжело публиковать свои личные внутренние моменты поэтому они используют свои страницы как рекламную площадку как канал на котором зарабатываем второй блок событий маркетинг это те линии размещения которые связаны с тем или иным событием которые произошло в тот или иной период времени за последнее время например ну про счеты прятана политика произошла связка про президента о том как обнулились его сроки управления и некоторые из компаний сразу же опубликовали посты и мем на тему того что обнулились проценты по кредиту обнулились стоимости доставки 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 к вам в разы ну какие то такие то есть это пряжка происходит с тем событием которые есть в мире самое главное чтобы событие было максимально заметно чтобы людей которые это размещение было понимание что вообще происходит и о чем пишут готовы того или ного бренда следующий блок это опять же видеореклама истории уже стал таким постоянным инструментом для размещения рекламы новые направления это тикток вайм и другие платформы боты в телеграм ватап ну и наконец различные проекты можно выстраивать социальных медиа для работы если говорить про событийный маркетинг как пример некогда когда google вдруг обновил начертание своего логотипа то как пример билайн по тему но взял свою цветовую замку и использовал ее в логотипе гугла на это многие компании например то же гугл ответил со своей версии но и понеслось и в дальнейшем рассвет на других или другой случай когда сммщик который ведет страницу билайна по ошибке забыл перелогиниться написал пост хотел было публиковать его на своей личной странице но так и это было замечено всеми брендами которые контролируют друг друга и опять же агентами которые ведут эти бренды и понеслась массовый флешмоб используя хэштег люблю себя когда каждый начал писать про себя как он классный замечательный люблю себя по многим многим брендам или другой случай если вспомните когда у группы игрок была тесна про ВДТ и то Билайн тоже позывался в соцсетях на этот ролик и Светлаков как раз с участием Светлаков был дополнительный ролик о том что Билайн превращает ее воспользоваться возможностям Билайна и соответственно возможностям которые Билайн несет и превращает их себе на работу так как она классная замечательная суперская и так далее и таким образом тоже встроившись в определенную новостную повестку которая была следующий блок что нативная реклама и объективная реклама да следующий блок соответственно это то что можно относиться к видеорекламе он разделяет в данном случае в отношении соцсетей размещается на два блока во-первых это загруженная реклама загруженные видео которые размещаются в соцсети непосредственно второй вариант это когда вы публикуете видео какой-то а какие здесь нюансы если вы публикуете ссылкой видео ссылкой то охват аудитории получается в разы меньше чем если в это видео грузить непосредственно на страницу на странице на странице независимо от того причем потому что то же самое youtube принимается фейсбуком и другими платформами точно так же как соцсети потому что там есть коммуникация там есть общение и таким образом youtube для соцсети является конкурентом поэтому если вы используете ссылку на youtube то для них это получается что вы рекламируете их конкурентов поэтому лучше видео задержать непосредственно саму при этом такой подход фейсбука вконтакте подходит гораздо проще охват охват у дюри какие варианты есть еще конкурс например вы хотите чтобы ваши подписчики клиенты поучаствовали в конкурсе на тему что загрузите вырезку какого-нибудь известного фильма наложите на этот фильм какой-то звук мелодии и напишите какой-то текст и для этого есть все инструменты соответственно просто легко существует многие бренды используют свой конкурсный механик и хорошо на этом получали пиар-эффект и новые регистрации новые продажи из своей компании то что новое это вайн вайн подход и вайн ролики которые есть а как это можно отнести с текстом да это интересный инструмент приди молодежи но сказать что это супер пупер инструмент которым нужно бежать пользоваться но я бы так не сказал потому что если ваша аудитория не исключительно подростки то вайн пока вам не обязательно можно экспериментировать но не погружаясь не выделяя какие-то огромные если вы знаете кофе и дирбанк не следующий блок опять же пример те же видеопощадок и наконец блок посвященный социум медиа оптимизации сама многие часто проезжают мимо которые тоже к ним почему что касается если происходит непосредственно на страницах соцсетях социум медиа оптимизации для того чтобы он лучше тестировался лучше показывался в более социальных вот несколько важных задач которые есть по отношению к сайту и к социуму первое соответственно повышается популярность чтобы люди приходили на сайт делились контентом этого сайта какие-то стадии какие-то полезные ревью какая-то важная техническая информация по вашим товарам которые важно поделиться важно упростить добавление контента чтобы сейчас скопировать эту ссылочку пришли в соц. дейти как-то забросить и такая чем людям проще чем больше 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 вероятно больше народ больше людей на вашем сайте важно привлекать входящие средства тех кто вставать на ваш сайт потому что для этого есть различные инструменты сюда нужно следить и мотивировать людей на то чтобы продолжать больше а вас являются лидерами лидерами обеспечить эксперты со ссылками источник если вы воспользуетесь скопировать этот текст когда вы скопируете этот текст то автоматически сайт прикрепить еще и ссылку на например информации и дальше полная ссылка вы ставим не копировали она прикрепляется автоматами когда человек текст публикует в блоге на странице в сетях и прислать кому-то получать и читать и сразу видят эту ссылку происходит опять же скроможность какие есть настоящие принципы в отношении социального музыки раньше список был гораздо больше сейчас первый естественно написание читабельного качества аистин индустрии контента важно учитывать что времена когда нужно было активно много писать для роботов поисковиков они в общем-то ушли они понимают какой текст написан для них какой текст более социальный для того чтобы повышать или поддержать показываемые сайты а во-вторых вы все публикуете тексты и материалы на сайтах не для роботов людей которые приходят в чем независимости от того опять же повторюсь кто ваша аудитория битвы или все-таки битвы потому что очень часто встречают в момент когда нужно следовать устроенную компанию и заходишь и толком понять или там все в каких-то специфических терминах написан или там нет толка информации о том чем компания занимается на каком рынке она присутствует чем больше информации это не стоит и тем больше аудитории клиентов все очень просто второе ну опять же создание постоянной аудитории проектов с коммуникацией если у вас есть возможность с коммуникацией это публикация текстов подразумевающих по сути дискуссии в коммуникации и обведение группы в соцсетях переходом с сайта в эту группу а публикация ссылок на карту других сайтов по тематике это дает вам возможность выйти от двух тематических проектов и возможно отменяться с этим другими сайтами для того чтобы увеличивать совместную аудиторию устранение ненужных элементов интерфейсов сайта лишних сайтов это относится к верстке сайта для того чтобы сайт показывался в выдаче выше об этом блоке установка на самые видные места сайта полезных подписка на сайт блок тех самых популярных ссылка на комментирование прокомментировать делать чем вы войдете в общение тем событий для вас тогда вы можете общаться сайта не забывайте что если вы на свой сайт повесили кнопочку чата яндекс моя собирается клик чат какого-либо сайта сервиса то если повесили будьте на связь чтобы отвечать человеку хотя бы в первые пять-десять минут на его вопрос или на его обращение а не так как это обычно на сайтах бывает ты зашел видишь выгиб висит иконочка чата пишешь туда и в ответ тебе тишина и хорошо если тебе ответят через час два три а возможно не ответить никогда написал и указал свой контакт если там в онлайн режиме нет оператора который ответит и все думаешь такое что это было а зачем это а вообще жизнь а магазин работает зачем это и не понимая вообще ничего то как бы не хочется дальше появляется сомнения это ему бизнесу но и бизнес теряет клиента ну и наконец параллельная подача информации рядом с основным блоком контента какой-то документный блок с рекомендациями из них материалов статей заметок основной контент него интереса у потребителя клиента он может идти на какие-то другие если например на сайте искал технические инструкции использования ваших товаров и он через поиск пришел на какую-то страницу которая не про то что ему хотелось то как раз может показаться что если этого блока не пришел на страницу он еще раз может не нашел и ушел если соответственно рекомендация ему выбирать необходимую информацию то он остается на сайте он продолжает оставаться вашим читателем и потенциальным клиентом или в дальнейшем остается вашим как пример спецпроектов и вирус данном случае не совсем коммерческий но именно его указать буквально вчерашний вирусный проект который произошел сейчас уже не вспомнил на какую платформу был за чат пользователям читателям было предложено найти в поисковиках на какой диван вы похожи например по имени диван там олег диван или человек заходил в поиск набирал диван и нажимал кнопку маркета я бы маркета ему выдавался все эти картинки все варианты человек кликовал выбраны брал ссылку выкладывал в себя в соцсети и при этом было видно там ссылку на этот самый магазин и соответственно на локатив этого магазина получался раздиральный эффект с одной стороны возможно еще как бы проект только вчера начался с одной стороны не сказать что он коммерческий вроде бы но возможно коммерческий эффект как раз будет очень хорошим но это привело пока визуально к тому что некоторые магазины начали писать в яндекс маркет подобные письма о том что кликов было очень много но к сожалению продажки не было ну как они говорят пока но как я интересная виральная механика которая произошла вроде бы простого предложения но прикольно хотя бы приколь выпуская подобные активности и экспериментируя подобные активности с вашими аудиториями вы можете хорошо экономить соответственно на своих маркетных бюджетах потому что здесь вы увлекаете людей в конкурсную механику в игровую механику когда люди сами рекомендует ваш бренд рекомендует вашу продукцию а вы за это ничего не платите подобные спецпроекты недостаточно интересно как отследить наконец результаты ну на первом месте есть статистика статистики когда на данный момент она достаточно подробнее когда вы видите не просто какие-то лайки не просто какие-то комментарии а подробную информацию кто это что это что это делали как они ставили систему контентом и к этому же можно подключить соответствующих сторонних серий при этом вы видите органические показатели соответствующие возможности в вашем бренде во вторых в метке если говорить про рекламу фэсбук то не рекомендуется использовать слово фэсбук по статистике большая часть моих студентов по курсу не сталкивалась с пониманием с понятием этого метка поэтому чуть позже я расскажу о том что почему это важно третий блок возможности ответить результаты с ним это собственные таблицы google.org ну и наконец никаких компаний что можно проверить опять же с помощью с помощью например диалоги системы аналитических медиа с помощью них вы можете контролировать не просто как люди комментируют с вашими товарами но и искать тех кто вообще потенциально заинтересовал в том обозвание к друзьям а где купить килограмм фосфатов допустим и через подобные аналитики по определенным темам вы можете найти этот пост и сделать обращение к этому самому читателю тому кто написал этот пост то есть предложением купить вашу и так что такое метка наиболее простой и самый важный способ вообще рекламной компании или какого-то нового канала это у нас девушка не может зайти я из конфер да вижу а знаете может быть такое технического характера пожелания может быть перерыв минут на пять-десять очень хочется быть кофе да я понимаю давайте даже не на десять давайте на двадцать часов в один пять сорок мы продолжим хорошо я исключительно за как остальные да давайте да мы не против да в один сорок возвращаемся или сорок восемьдесят или приятные мы по в в Продолжение следует... 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 Если кто-то еще, я вижу, кто-то потерялся, у нас один человек, если он вернется, то тоже маякните мне, чтобы он возвращался. Так, мы уже прошли, ну, наверное, там больше половины. Обычно в офлайн-варианте коммуницировать все-таки со студентами гораздо проще и удобнее, поэтому давайте мы сделаем такую остановку, ремарку. Хорошо, если есть какие-то вопросы, есть какие-то замечания, предложения, вы тоже, пожалуйста, не молчите, рассказывайте, выходите в эфир. Если есть вопросы уже по проигрывному материалу, уточнение, как использовать, как работать, как контролировать, вы спрашивайте в текстном варианте, в аудио варианте. Если есть сейчас какие-то подобные замечания, то давайте сейчас обсудим это и продолжим уже дальше. Ну, у меня есть вопросы, но я, наверное, лучше в конце лекции задам, чтобы сейчас не отвлекать. Ну, хорошо, тогда поедем дальше. Чтобы у нас был лучший звук, мы уберем опять видео и вернемся к результату. Итак, вернемся к важному пункту, который относится ко всему интернет-маркетингу и к эффективности всех компаний. Это пресловутая метка. Но в основном используется сервис, предоставляемый Google. С помощью сервиса можно вшить в единую ссылку переначальный сайт, на который вы ведете трафик. Вы можете указать, соответственно, тип трафика, что-то там. Трафик пришел после рассылки, например. Трафик пришел после рассылки у определенного партнера. Трафик пришел в рамках рассылки от определенного партнера в рамках определенной рекламной кампании. То есть все необходимые показатели можно зашить в этот сервис, и нажав по итогу кнопочку, вы получите одну единую ссылку с помощью сокращателей, которую вы можете использовать во всех своих рекламных кампаниях, в различных каналах, в различных сервисах. Таким образом, вы в аналитике, в зависимости от Google аналитики, в диаметре, будете видеть, откуда пришел трафик, после чего, после рассылки, после поста, после спецкомпании, спецотвещения, после спецпроекта, после рекламы на телевидении, рекламы на радио, где угодно. Если человек пришел на определенную какую-то страницу по определенной вот этой ссылке, вы будете понимать, откуда человек пришел. И так вы будете понимать, какой из каналов, какой из инструментов для вас является эффективным, выгодным, эффективным, простым, перечислением, разделением общего бюджета, потраченного на этот канал, на количество переходов и на количество продаж, вы будете видеть конверсию и эффективность данной кампании. Дальше. Ну и, наконец, нужно помнить, что социальные сети не ограничены лишь кратким списком в виде Facebook, Instagram, ВКонтакте, или теперь же, там, TikTok, и тому подобное. Если говорить про маркетологов, то есть, там, опять же, мой маркетинг. Если говорить про радиоспециалистов, то есть определенные площадки для них. Если говорить про рекламных специалистов, которые занимают с помощью СТП, то есть площадки для них. Почти в каждой профессии достаточно крупных профессий, где много людей работают, есть линии социальных сетей, где люди общаются друг с другом. Причем общаются не в рамках социальных сетей, в рамках группы, в рамках страны, а на внешних сайтах, которые имеют возможности социальной коммуникации друг с другом. Необходимо учитывать эти платформы, потому что там тоже есть свои лидеры мнения, если вы с ними будете работать, вы сможете через них выходить на гораздо большую аудиторию, для гораздо меньшей деньги, чем если ломиться к необходимой аудитории, так сказать, в блок снаружи. Дальше. Реклама в социальных сетях, соответственно, есть три основных блока, которые интернет-маркетинг используются, это ВКонтакте, Фейсбук, 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 Фейсбук. То есть, если две компании будут похожи, вам не придется заводить вторую в ручном режиме занос. Вы можете как минимум скопировать первую определенную возможность автоматизации, сами укажут или предложат вам желаемые показатели, которые можно использовать. Ну и третий вариант – это в обычном режиме, но используя различные топ-сервисы, как я рассказывал, например, в ВКонтакте есть сервис «Серебра», с помощью которого можно легко выбрать список айдишников и той аудитории, которая вам нужна по поиску, например, по страницам, которые чаще всего их посещают, или в группах, в которых они чаще всего присутствуют. Собираем список этих айдишников, выливаем их непосредственно в рекламный кабинет, в данном случае ВКонтакте, и показываем рекламу только на ту аудиторию, которая вам нужна. Вы знаете точно, что это аудитория, процентная вероятность попадания в 90%. Если вы точно знаете, что ваша аудитория сидит в этой группе, вы высасываете в аудиторию из этих трех групп, с помощью этого сервиса, вы увидите, кто из этой аудитории сидит во всех трех группах, и понимаете, что это ваша эффективная аудитория, что это ваша аудитория, которая максимально вам подходит. И вы можете как раз рекламируется. Это один из первичных инструментов, которые у вас должны быть. Какие варианты вы используете? Есть вариант, когда ваши программисты могут настроить свои системы рассылки, используя свой сервис рассылки, свой сервер. Так как вы экономите на недосплатах, но, возможно, теряете часть некоторых функционалов, которые уже есть в сторонних различных системах рассылок, которые могут как быть отчетственными, так и иностранными. В основном, конечно, на российском рынке присутствуют иностранные сервисы, даже если у нас люди кажутся родными российскими. Отчетственные, например, такие, как Smart Response, Responder, Expert Center, или же экономические присутствуют из самых крупнейших, это Abscribe и их сервис сайты. Если говорить про иностранные, то это и GetResponse, это и Smart Street, это и MailChimp, и многие-многие другие являются иностранными сервисами и наиболее выведущими, так сказать, русскоязычными, на самом деле являются польскими. Почему-то Польша является одним из основных поставщиков различного программного обеспечения, связанного с интернет-маркетингом в России. Естественно, важный элемент, который всегда должен присутствовать во всех ваших e-mail и коммуникациях с вашими клиентами и со всеми, с кем вы общаетесь, со своей почтой, со своей корпоративной почтой. Это отслеживание рассылки и отслеживание работы почтовых доменов в ваших компаниях. Для этого есть три фидеса от тех трех основных поставщиков, таких как Google, Яндекс и Google. По Яндексу это Post Office, Post Office, Яндекс.Роу, Postmaster это Postmaster, Mail.ru и у Google это тоже Postmaster, Gmail.com, если считалось. Возможно, Google тоже Postmaster, если все в поисковике набрать, то легко будет найти некоторые платформы. Доказав права доступа на ваш домен соответственно в настройках сервиса, вы будете четко видеть пример того, как ваши рассылки отправляются по вашей аудитории. Дошла ли ваша рассылка, как была прочитана, сколько шло в спам, сколько было удалено, насколько ваш почтовый сервер, почтовый домен является разрешенным для почтовика. Потому что, если посмотрите, есть определенная репутация, доходя до определенной позиции, почтовик автоматически может просто банить все письма, которые будут с вашего домена выходить. Я на своей практике сталкивался с этим несколько раз, когда тот или иной почтовик банил все письма от того или иного домена. Компания об этом узнавала, например, не сразу, а одна из компаний узнала об этом буквально через месяц, когда просто уже начала изумленно ковырять в данных, почему у них произошел резкий спам-продаж, потому что все письма, как традиционные, так и рассылочные, если все, они просто не доходили до их клиентов. Ну, потому что они сразу автоматом уходили в спам, а некоторые почтовики часть писем даже не показывают, потому что в ящиках они их сразу удаляют. Ну, то есть письмо отправил, письмо дошло, но получатель об этом даже не узнал, ну, даже в спаме упала, ну, просто сразу было выглядело, ну, потому что человек посчитал по определенным параметрам, что право полученное письмо является или в спамом, или в письмо, или в угрозе, и так далее. Поэтому, либо ваши интернет-маркетологи, либо ваши атисты, нужно периодически контролировать систему, вставляемые в вашем социуме, для того, чтобы обновлять, что с вашим почтовым сферами прибирали, почтовым сферами, все хорошо. Какие есть определенные правила, которые в отношении почтовых расстелок присутствуют? Непростые. Не указано почти у каждого почтовика в их саппорте, в вопросах-ответах на их сайтах. Это на первом месте наличие таких показателей к СПМ-кендбак. В принципе, подробно я, как бы, рассказывать не более, если бы там, какие-то будут вопросы, как, там, пройду, помочь, разъяснить, как это настроить, то, там, я думаю, в частном режиме мы обсудим это. Но, опять же, повторюсь, у каждого почтовика есть достаточно подробное описание, что это, как это настроить, и что должно быть указано в регистраторах домена непосредственного настройка. Второе, это у каждого письма должна быть адекватная верстка. Опять же, то, с чего мы начали, там, порядка 90% всей уже интернет-аудитории, это мапа и аудитория, которые получают те же самые письма в мобильном режиме, то есть в своем мобильном устройстве. А раз так, если ваша рассылка отлично может быть выглядеть в окне вашего компьютера, то в окне телефона она может быть абсолютно не читаемая, огромная, с мелким шрифтом, с крупной картинкой, и с ошибкой верстки в отношении кода и тому подобное. Поэтому всегда для этого есть различные сервисы, где нужно проверить, как ваша рассылка, как ваше письмо, как ваше письмо выглядит, соответственно, в 100 мобильном сервисе. Дальше. Третье — это, соответственно, опять же, учет мобильного отображения. Четвертое — возможность легко отписаться, если почтовик видит. Ой, простите, пожалуйста, там еще девочка стучится. Пустите, пожалуйста. Спасибо. 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 Так, извините, у меня временный звук отвалился, но я вот вернулся к вам. Так, продолжим. Возможность ли подписаться? Соответственно, это контролируется тоже самыми различными почтовиками, для того, чтобы понимать, насколько вы белый и пушистый. Если у вас такой возможности нет, то это будет одним из показателей, которые не нравятся почтовикам, и они могут процент доставляемых вами писем вашим получателем уменьшить. Ну и самое последнее, желательно, конечно, использовать не только своих контактов, вас, чтобы вы собирали их контактные данные из каких-то белых источников, чтобы люди сами вас дегрировали, чтобы сами подписывались на ваши письма и получали вы эти контакты абсолютно незаконно. Но все мы прекрасно понимаем, что интернет-маркетинг стоит в той плоскости, что у нас либо шашечки, либо ехать. Поэтому, так или иначе, и так далее, иначе, мы все прибегаем к использованию каких-либо баз сторонних, партнерских, других, купольных, где-то и так далее. Не скажу, что это прям, вау, очень плохо-плохо. Да, конечно, плохо, спам никому, наверное, не нравится, но если вы будете подходить к этому интернету достаточно ответственно и отправлять нужную информацию в нужную аудиторию, а еще и желательно было бы понимать, что вы отправляете нужный контент и в нужное время в своем аудитории, то, соответственно, и никаких особых претензий и проблем в данном случае не будет. А будет только результативная коммуникация с вашим потенциальным клиентом. Следующий блок — рынок CPA, который тоже является огромным. CPA — это cost pay action, то есть смещение рекламы оплаты за предъявленные действия, то есть за action, и он разделяется на несколько вариаций. Есть, например, CPA, где оплата происходит, например, за деньги, за подписку, сбор либо контактных данных, есть за CPI, за скачивание мобиль, это даже за установку мобильного приложения. Здесь CPI, all ECPS, где оплата происходит непосредственно либо за то, что человек заказал какой-то продукт, либо оплатил этот продукт, здесь за рульный кредит, за модель, анкету и многие другие. То есть оплата производится за какое-то определенное действие. Для этого есть широкий спектр самых различных террористов, власти, вести, вести, члены, амитаты и многие другие, куда можно прийти, как рекламодатель, залить грубо говоря все свои рекламные материалы, подготовить свои сайты для того, чтобы конверсия четко учитывалась, чтобы сторонняя платформа, вставляющая код для веб-мастеров, размещающих вашу рекламу на своих каналах и сайтах, могла учитывать все действия на ваших сайтах, для того, чтобы правильно выплачивать премии веб-мастерам, которые предлагают вебать. Но могу сказать, что это относительно недешевый инструмент, это во-первых. Во-вторых, основные типы компаний в истории в себе, это все-таки, во-первых, это игровой рынок, различные онлайн-игры, различные игры по картизке и так далее. Второе, это финансы, микрофинансовый рынок, банки, страхование и так далее. Ну и третье, это и-коммерс каких-то товаров, которые являются еще нешевыми относительными товарами, как и товары СССР или Алиэкспресса, акулы, рекей, ну то есть то, что является разовым, массовым, и быстрее всего продается относительно для Алиэкспресса. В B2B FIP практически отсутствует как таково, потому что, ну, во-первых, там и сделка иногда очень длинная, может быть, а в данном случае это все-таки B2C, потому что человек увидел рекламу, зашел, купил все, как бы, Алиэкспресса, получил свои тренинги. А в B2B человек зашел, кликнул, начал общаться, оплатил, может быть, через полгода. И вернулся потом сам через полгода, и это уже никак толком не отследит. Буква уже умерла, и никто его внешне не знает, откуда этот человек пришел в компании своей переследования. Поэтому B2B, к сожалению, это не практически никак. Следующий инструмент — это SEO, который тоже, можно сказать, перешел уже в разряд основных, спокойных инструментов, которые просто используются, когда он был главным, самым популярным, типа как бесплатным способом привлечения тренинга. Но по-немногу тоже развивается, тоже имеет определенные тренды даже сейчас. Первый — это тот же мобайль. Правильно, вложки, в области, в области, в области, в области, в области, в области, в области. Если вы видите, что ваш сайт не является мобайль или адаптивным, то есть он невыдобен в осмотру в выдаче, то ваш сайт будет унижаться в выдаче и не будет на потреблении с вашим конкурентным на первых местах, даже если возможно, у вас будет сказать по вашим названиям. Если у вас плохая герстка для поисковика. Второе официальность, что это означает? Все тексты, все материалы, которые вы видите, это мы затравили, как раз в курсе, для оптимизации. Если работа будет видеть, что это текст, которые вы читаете, это ответственность в ваших позициях. Ну и, наконец, тренд, посмотрите. Это ответственность на платных математических ссылок на ваш сайт. Что это мешает, что на недолгие годы, десятилетия, начало двух тысячных, все ТЕОшники занимались продвижением сайтов тем, что покупали платное размещение ссылок на сайте. На тех, как в любых сайтах, даже если сайт ТЕОшника занимается дорожным строительством, он размещал ссылку на этот сайт, например, на сайте, посвященном детским товарам. В нынешних условиях все ТЕОшники прекрасно понимают, каким тематикам относится к этой инстаграм. Если они видят, скорее всего, покупную ссылку на детских товарах, идущую на сайт дорожного строительства, то либо сайт будет понижен в выдаче, либо наказание может быть в связи с того, что сайт в выдаче будет забанен. То есть он просто не будет в поиске показывать. На него можно перейти, введя прямую ссылку в поисковике, в Яндексе, например, и перейдя на него, а в выдаче по ключевым словам, например, работать не будет. Сайт будет наказан забанен. Поэтому желательно контролировать присутствие большого объема не тематических ссылок на не тематических платформах на ваши ресурсы. Дальше. Опять же, какой у нас есть главный тренд последних месяцев лет интернет-маркетинг, как тотовой, помимо того, что все работают, стараются через персофьюникацию и перформанс-маркетинг. Это, соответственно, конечно же, автоматизация маркетинга. Автоматизация маркетинга напрямую связана с перформанс-маркетингом, потому что если перформанс-это то, что можно назвать, битидологией работы, то автоматизация маркетинга это та часть, которую можно назвать IT-частью. Это различные сервисы, которые были в самом начале по огромной-огромной схеме сервисов маркетинговой поддержки. Когда мы передаем данные в одного сервиса в другой, в почтовый, мы передаем в СРМ, в СРМ передаем в обзорный, в обзорный, в обзорный, например, с одним ботом, а из носового бота человек попадает, допустим, в опять-нажат СРМ, и происходит дальнейшая обработка, то весь комплекс становится максимально автоматизированным. Для компаний происходит экономия на физическом труде специалистов, то есть то, что раньше нужно было посредить 10 интернет-маркетологов, которые каждый бы настраивал отдельные инструменты, или настраивал бы 2-3 инструменты, и все они работают в вознагон, а автоматизация маркетинга позволяет управляться с инструментами и каналами повышая уровень конверсии и повышая обдачу и возвращаемых денег, затраченных на маркетинге. Когда вы затрачиваете 10 долларов, а получаете тысячу долларов, управляемого ряда, чаще всего с этим можно столкнуться в настройке email-компании, когда происходит цепочка касается вашей аудитории, когда вы отправляете в какую-то аудиторию письмо, оно не прородирует письмо. Первое письмо вы настраиваете в тюпочке, чтобы письмо ушло. Другое, другой тематика, основываясь на том, что человек не открыл первое письмо, пишите ему другой картин, если вы второй раз не прородируете, вы можете написать ему третье письмо, которое пройдет только по этой аудитории, который не прородировал, уже с другим, возможно, провокационным контентом, для того, чтобы либо человека реанимирует, вернуть как-то вулу на ваших лентах, либо четко поймать, что это не ваш клиент, и вы с ним заработать не будете, и лучше не тратите на бюджет, и просто задитесь своей базой. Вот. Также и работают многие другие составляющие, которые относятся к тренировке, в парке. Итак, мы прошли первый блок по инструментариуму, мы еще продолжим комментарии на следующем занятии, а сейчас мы вернемся уже к построению стратегии работы в интернет-магазине. Стратегия состоит, в принципе, из художников блоков, мы частично уже касались в самом начале, это процессы коммуникации, определение цели, методы достижения цели, достижения аудитории, это планирование компании, то есть игры нужны коммуникации с пользой именем оффлайна, ну и, конечно, то есть и на самом первом уровне мы определяем коммуникацию, ну, соответственно, да, опять же там у всех когда мы знакомились, был момент, чтобы, где вы хотели понять, нужный интернет-маркетинг для вашего бизнеса и как вы можете использовать интернет-маркетинг в своих коммуникациях, в своих бизнесах на дороге. В самом начале мы определяем коммуникации, которые возможны перевести в интернет, при этом нужно учитывать, что разные аудитории это все-таки разные каналы коммуникации. Какие бизнес-процессы и коммуникации в бизнесе присутствуют? Обычно люди считают, ставьте бизнес, считают, что вот есть клиенты и вроде бы все, однако коммуникаций может быть очень много. Помимо того, что есть общение с клиентом, есть коммуникации с покупщиками и подрядчиками, есть коммуникации диллерами, опытовыми закупками, есть коммуникации, которые могут внести коммуникации в рынке труда, когда на ваши сайты, на ваши ресурсы приходят те, кто подумает у вас работать, кого вы пригласили работать у вас. Это журналисты, которые пишут, например, про вас и вы заинтересованы о том, чтобы написать о вас положительные ключи, а им нужно собирать какую-то полезную информацию о вас, о ваших возможностях. это госорганы, это акционеры бассейны месединских компаний, ну и, конечно же, сотрудники и обязательно это партнеры при наличии какого-то компрендинга или компромоушена, когда вы подъезжаете одну компанию, она продвигает вас. Таким образом, мы увидим, что динократов и коммуникация может быть очень много, и в том случае, на B2B компании уже нет, интернет-маркетинг особо не нужен, но как бы не совсем так. В B2B важно работать в коммуникации на рынке, в журналистке с просвернами, конечно же сотрудниками. Если вы не уделяете внимания этим коммуникациям на своих сайтах, на своих ресурсах, то таким образом ваша компания не становится открытой и понятной для аудитории изумия, которая не ставила за счет с вами. Какие цели переноса коммуникации интернет-маркетинг есть? Их, в принципе, не так много. По старинке все. Во-первых, это снижение не держит на коммуникацию, когда вы экономите на коммуникацию. Когда у вас есть, наоборот, задача нужно, чтобы коммуникация не шла как можно раньше. Возможно, вывести человека, посетителя на представителя вашей компании максимально быстро. Это увеличение лояльности в интернет-компании в сфере совершенно повторной продажи, ну и, конечно же, для использования интернета для проведения различных источников. Вот четыре основные цели переноса коммуникации в интернет для компании. Во-первых, снижение здесь относительно просто. Здесь как бы повторюсь, перелода, чтобы максимально человека посетить или покупать, отдалить от себя, от физического человека, так как платить зарплату это сокет несколько выше, использовать страничку на сайте в месяц, допустим. Это выше стоимость работы сервера или привожения. Поэтому мы просто рисуем в лестнице такую коммуникацию. Обычно перединка получается как раз приблизительно вот так. У вас есть интернет, есть офлайн, и вы понимаете, что начало коммуникации у вас начинается, чем позже вы переведете человека в офлайн где у вас лучше. Что можно отнести на коммерции? Это какие-то крупные бренды, тоже сам мегафон, о том, что он хотя оператор связи, или банк, например, которая максимально человека ставит отдальше от себя для того, чтобы человек сначала изучил какие-то инструкции на сайтах, изучил какие-то поговорил с голосовыми ботами, изучил статьи, какие-то новости, тарифы и так далее на сайтах, чтобы с человеком не общаться. Вот он там общается, когда он будет готов, пусть приходит к нам, тогда мы уже будем работать. Но здесь на это тоже с разной точки зрения есть сейчас уже есть некоторые смешения, кто-то там. Извините, у нас девушка из конф вылетела, можете я запустить на поле с толщиной момент марии с возвращением. Ну и соответственно различные компании, которые подальше человека себе ставят. Какие возможные инструменты для этого? И каталог товаров, да, пусть это интернет-магазин, он весь каталог выголил, и пусть он там везит, пусть человек сам выбирает, что он хочет. Здесь подробность о том, заказа, отзывы, описание, различные рекомендации, где покупаете пылесос, а снизу дополнительно будет написано на рекомендации, не забывай у человека щеточку купить линейки домов, адреса и чем дальше человек все получает и смеет самой компании. Возможны каналы достижения для того, чтобы работать с аудиторией в таком виде коммуникации. Это интернет-сайты, это приложения, это различные приложения, устроенные на разные сети, ну и конечно же боты самые разные в Телеграме, вот так голосовые боты, ну и используем в нейронных сетях как заказано. Следующий вариант это исповерение коммуникации, когда бизнес хочет максимально рано начать с человеком общаться голосом, ну или голосом навстречу максимально быстро общаться физическим человеком. Здесь все источность наоборот по отношению к сокращению издержек. Какие есть возможные инструменты? Неподробнее того, чтобы у человека максимально быстро возникали вопросы как, а вот почему, что, вот мне непонятно вступить в детстве обратиться. Домедная и разнообразная информация с контактами специалистов. как бы важный параметр, что желательно с контактами специалистов еще указывать фотографии этих специалистов, потому что по статистике указание фотографии человека ускоряет коммуникацию и ставит человека, общающего с представительным брендом на более положительный лад, на более позитивный настрой, потому что так он будет, с кем он общается, он может себе представить, может соответственно как-то справлять свое отношение к нему и таким образом и в общем к нему призыве написать здесь и сейчас. постучите, вот вам телеграмму, вот вам ботат, вот вам чат, вот вам все варианты напишите здесь и сейчас сразу же ответим, приедем, настроим и все остальное. Какой-то внутренний форум. Сейчас это используется относительно редко, но кое-где еще можно встретить. конечно, информация о конкретном сотрудниках взаимодействия с тем, как я уже сказал. Какие здесь возможны каналы? Ну, конечно, интернет-сайм с функционалом связи, с постоянными консультациями сети, возможной на базе на сцене, даже какую-то группу или, может быть, определенного профиля пользы. Ну, по профилу пользу сейчас уже случилось рано, а ранее со мной у нас я думаю, встречаются друзья различные мебель Балакова, трубы Родзинцова, машины, стулы и тому подобное, и даже пытаются с картой общаться. Вот. Сейчас это, слава богу, уже становится более редким, потому что выглядит очень федерично, но все равно встречается. и другой какой-то есть нюанс опять же смешения небольшого между ускорением коммуникации и, наоборот, обновлением коммуникации это то, что у некоторых компаний коммуникации через перечисленные каналы, сайты, социальные сети возможно даже происходит быстрее, чем везде позвонить в эту компанию, те же операторы связи. Пожалуйста, на оператор связи и написать ему убранного ряда в фейсбуке гораздо именно проще, быстрее, надежнее, чем пытаться позвониться на телефон или в банке. Если опять же вы имеете определенный социальный вес, негативный какой-то отклик еще какое-то обращение компании на странице социальной сети компания прибежит намного быстрее, чем дозвониться и требоваться по какому-нибудь позвонивому пункту. Вот такое смешиво сейчас происходит. Далее. Третий пункт, третий вариант коммуникации это когда задача увеличения лоядества. Например, у какого-нибудь кока-колы, у которого нет задачи чтобы сделать первую покупку у них сейчас. У них реклама, рекламные коммуникации построены на том, чтобы вы стали постоянным потребителем, чтобы вы были на их волне, они показывают, что они такие модные молодежные, что они с вами, они классные, или Газпром, который с нами отлично к вершине можем достигнуть, или альфа-банк используют Ивана Урвенка или Гудя, который говорит, мы молодежные, мы тоже классные, мы современные с вами. Таким образом, с одной стороны, работа происходит на бибиджен, во-вторых, это происходит устраивать лояльность клиентов в компании, чтобы клиенты чувствовали себя вместе с компанией. А какие есть инструменты? Это, во-первых, так как компания все, что связано с сходным материалом, сферой педагогичной подпиской и тому подобное, и для этого есть каналы такие, как интернет-сайт, как сайт поддержки, а это тоже крупных брендов, например, например, хайбилемы, новой, здесь мобильное приложение, как называется, можно использовать в группах хайбилем, ну и, соответственно, это установленные приложения на компьютер, как это популярный бар для браузера Яндекса или системы автоматических обновлений, которые стоят на хайбилем компьютере, почти здесь, соответственно, через которые можно комментировать и общаться с компанией. Компания устраивает опять же объем клиента себе. Ну и четвертый блок это маркетинговые современные, которые разделяют на два блока конечно перелоги, но в основном к нам в интернет-маркетинг они подходят как и общаться с компаниями без включения вопросов на сайтах компаний или иногда в YouTube не представляет от себя сервис, когда вы можете массово проводить вопросы по каким-либо там причем вопрос но в основном компании практически перестали делать с одной стороны это дорогостающие продукты в поливении исследования занимаются крупным бизнесом компания связи банки крупный коммерс крупной торговой сети и так далее во-вторых все-таки это дорогостоящие в том смысле что большой пласт информации нужно переработать нужно проанализировать специалистов на это в нынешних условиях достаточно мало опять же интернет-маркетинг все уходят в какие-то венды такие старые надежные способы полевые маркетные исследования уходят на второй план ну и во-вторых это конечно же кабинетные исследования которые являются практически коллеги через все когда с помощью различных сервисов можно анализировать аудиторию как фонда общественно медиаскоп яндекса другие компании также выдают вопросом это как бизнесу определить цель для своего бизнеса цель своей коммуникации переноса интернет ну во-первых все просто если у бизнеса подход к своей аудитории вас много снижение издержек даже клиент как постучки пластиковых окон на руках то максимальный быстрый вывод на контакт вам нужно быстрее пообщаться чтобы приехать сделать обмер поставить окна допродать что-то клиенту если у вас долгосрочные продажи то у вас построение лояльности вашего декория но аналитика опять же занимаются все так или иначе если не занимаются то надо заниматься и так соответственно у нас исходя цели и задач вашей компании подскочили задания на следующую лекцию на следующую лекцию если ошибаюсь 30-го числа исходя из цели и задач вашей компании если компании в данном случае у вас нет или вы хотите компанию сомнить просто попробовать себя в любом ключе вы можете ее придумать формируйте свой краткий план интернет-маркетинга с параметрами которые мы прошли исходя из цели и задачи компании аудитории людей искать в каких каналах вы будете работать ну и соответственно какими инструментами из тех которые прошли вы будете вынести следующие занятия у нас будет устраиваться по схеме что вначале будет продолжение по инструментам естественно по автоматизации маркетинга струб и мы будем обсуждать и для того чтобы понять насколько хорошо вы поняли донесенную информацию насколько полезна я вас я вас век пола и чтобы я в оперативном режиме вас поправил и сказал что нужно справиться что нужно и так далее что можно помнить к нашему окошку опять же рад вас видеть если есть какие-то вопросы буду готов ответить на них на них сейчас но у меня даже не вопрос у меня скорее консультация если кто-то хочет задать вопросы то я уступлю очередь потому что у меня достаточно длинный вопрос у меня даже тут целый кейс целая ситуация хотел вашего профессионального мнения узнать ну а думаю если сейчас будут вопросы мы тогда отвечаем на вопросы если нет мы можем даже в открытом режиме если консенсиальный формат его обсуждать Екатерина Елизавета Мария нет у меня нет вопросов что возможно хотели бы еще дополнительно услышать про пожелание что услышать я сейчас изучаю кастомер journey map как я понимаю то что путь клиентов взаимодействия брендом это сейчас очень актуальная тема я бы на следующем хотел бы узнать поподробнее хорошо хорошая большая серьезная тема это так же как интернет маркетинг я как раз с этого хотел начать что интернет то время которое нам выделили на курс интернет маркетинг с одной стороны оно большое с другой стороны очень маленькое для того чтобы подробно рассказать технически все составляющие как настраивать как управлять то время не очень мало для того чтобы поверхностно дать понимание как выстраивать протези интернет маркетинга какими интернет каналами этого достаточно много да Юнзай это у вас вопрос я вижу да смотрите я хотела бы уточнить вот так как являюсь работой в маркетинге и у нас есть собственный отдел собственный руководитель интернет маркетинга мне вот интересно каким образом они все время узнают о всех новинках ну то есть там Яндекс карты запустили всплывающиеся окна каким образом они об этом то есть я например в каком-то информационном вакууме нахожусь потому что совсем не касаясь ну так скажем ставлю задачи для интернет маркетинга отдела да что мне нужно получить они это уже так скажем предлагают идеи решения пути этой задачи вот таким образом они узнают о всех вот этих информационных новинках как за ним уследить то есть вот это тоже интересно очень смотрите здесь есть два варианта ответа либо у них есть личных контактах связь с представителями тех или иных сервисов в том смысле что они там подписаны не знаю на них в соцсетях да и человек там у себя на странице рассказывает а вот мы запустили новый сервис мы разрабатываем что-то новое мы будем делать вот это ну это какой-то идеальный вариант второй вариант чтобы максимально понимать и знать что нового случается есть буквально там два-три-четыре сайта за которым можно просто следить подписаться и там достаточно оперативно все публикуется есть висеру есть коса точка ру есть состав ру и адемикс если вы являетесь пользователем телеграмма то есть максимально большая максимально большое сообщество в телеграме это русский маркетинг если с поиском в телеграме наберете он легко и там тоже очень оперативно подается информация по всем по всем новостям причем у русского маркетинга разделяется на две есть канал русский маркетинг где публикуете новости и второе у них есть большая группа маркетологов пиарщиков там порядка если ошибаюсь 80 тысяч кажется участников причем разного уровня подаванов только погрузился вводы маркетинга как студенты или кто только только устроился на работу так и подписаны все эти ресурсы и как бы я для себя полезной информации оттуда вообще никакой не черпаю то есть как бы там состав и тот объем ненужной информации то есть нереально то есть скорее всего просто нужно контактировать со всеми агентствами которые ну лично так скажем чтобы также быть актуальными в новинках и не отставать так скажем от отдела интернет-маркетинга в информационном есть третий вариант но он просто немножко больше время тоже займет это нужно быть подписанным на новости всех платформ того что яндекса на гугла вот и либо подписанным на рассылке от сервисов который агрегирует информацию например там нет пик по-моему там комплекта некоторые другие они делают хорошую выжимку практически в ежедневном формате что вот у этого сервиса появилась и при чем выжимка у них не в том что типа информационно что это просто а в том что эти сервисы они еще берут свои специалисты которые рассказывают как тот или иной сервис может повлиять на бизнес как его можно интегрировать как его можно использовать, и чем он может быть полезен. А это вот кто такие выжимки делает? Я подготовлю тогда список по таким компаниям. Я тоже на них как бы там на многих подписан. Ну, то есть мне это проще самому информацию собирать. Но я еще и на всякий случай подписан на эти выжимки, чтобы пропущу вдруг какую-то информацию. И я тогда просто скину весь список в доступ. Да, спасибо большое. Потому что такой информационный поток вечно идет от, так скажем, диджитал индустрии, которую просто невозможно переработать. Постоянно какие-то новые инструменты появляются. У меня просто вот, ну, как бы реально немножко вот путаница дико в голове. То есть, и поэтому хочется актуальной новинки все время вот, ну, быть также, так скажем, на одном языке с интернет-маркетологом работать. Да, и бывает еще проблема в том, что иногда маркетологи приходят и говорят, вот есть вот такой новый сервис, мы его хотим использовать. Но нюанс в том, что они просто приходят за бюджетом и говорят, дайте денег. А нюанс в том, что этот инструмент еще никак не опробирован, не использован, и они просто хотят поиграть, попробуют. Вдруг прокатит. Фишка в том, что не всегда этот эксперимент будет полезен. Потому что иногда проще посидеть, подождать, пока другие компании делают какие-то кейсы, выложат в доступ, и тогда можно понимать, нужен ли этот сервис, нужен ли канал, нужен ли этот инструмент или нет. Вместо того, чтобы давайте сейчас там потратим 10, 20, 100 тысяч, 200 тысяч рублей на этот инструмент, а потом мы просто выкинем его. Я с этим тоже сталкивался неоднократно, и нужно быть, да, нужно понимать, что к чему, чтобы оперативно бить по ручкам некоторых маркетологов. Спасибо. Ну, будем рады такой подборочке небольшой, если вы сделаете, то есть информативное. Спасибо. Мария, Екатерина. Я пока перевариваю, подумаю над вопросом. Хорошо, Игорь, давайте тогда к вашему кейсу перейдем. Да, смотрите, кейс, собственно говоря, это компания, где я работаю, и я пишу диплом на ту же тему. Продвижение бренда, ну, собственно, я работаю в бизнес-тревеле, но пишу диплом по туризму премиум-класс. Соответственно, тема продвижения бренда вот этой компании в интернет-свиде на рынке премиум-класса. Но я сейчас не буду брать вот эти подробности про рынок туризма, там, то, что там грани закрыты, вот меня интересует с точки зрения именно продвижения каналов коммуникации. То есть, продвижение здесь в данном случае именно про бренд, а не про продажи продукта. То есть, какие каналы коммуникации здесь использовать, какие цели продвижения ставить, какие метрики. Ну, то есть, вот примерно, как я поставил цели, то есть, это увеличение узнаваемости бренда, допустим, на 25%, там, срок 3 месяца поставил, какие каналы инструментами использовать, или как вот по системе смарт цели вот это создать лучше всего. задачи. Ну, это как раз вот, ну, это можно как раз сказать, что это тема следующего нашего занятия, когда мы можем разработать как раз план, план интернет-маркет для продвижения, потому что, так, а у меня ремарка, имеете в виду бизнес-тревел, это как майс-туризм, или просто так ну, вот, нет, бизнес-тревел к этому отношению не имеет, вот, именно, да, по сути, это майс-туризм. Здесь будет премиум-бренд, ну, то есть, там, премиальные отели, круизы, и так далее. вы по этой теме. Ну, смотрите, здесь это и любое можно использовать. Здесь практически каждый инструмент, по идее, можно использовать. Это из сети и контекст. Это и работа с персональным брендингом, и работа с блогерами, причем практически на любой платформе, ну, стандартно платформе, то есть, видимо, программе, вот, да, прощение, вот как платформа, вот я уже написал, ну, вот, пишу, я практически закончил, вот как платформа я выбрал, собственно, сайт компании, как самую главную коммуникационную платформу, потом баннерную медийную рекламу, то есть, ее же можно тоже, по сути, назвать канала коммуникации, правильно? Да, конечно, конечно, да. вы через программатик можете забивать эти данные и спокойно рекламировать потом у меня соцсети, но здесь я остановился на двух Facebook, Instagram, потому что ВКонтакте, они на целевую аудиторию наверное не очень, потому что там, а, целевая аудитория в собственном проекте, как я уже посчитал, выяснил, провел исследование, это женщины от 35 до 45 лет, богато обеспеченные, там, либо семейные путешествия, но они, как правило, принимают решение о поездке, и вот так далее, ну то есть ВКонтакте, ТОК, они там уже не подходят нам, как инструменты, вот, что еще хотел сказать, потом, а, ну потом, на email рассылку считают ли канал коммуникации, ну то есть, или как, что это в данном случае для вас это будет каналом не в том ключе, что вы можете делать рассылки, в том ключе, что вам использовать этот сервис как возможно подписной, то есть, если вы запустите свой информационный канал по вашей тематике в том же самом инстаграме или там на вашем сайте, вы можете людей мотивировать на то, чтобы не подписались на обновление, и в дальнейшем у вас будет собираться база тех, кто заинтересован в этом контенте, и вот это как раз относится к email маркетингу, вы можете делать итерационные письма по этой альбитуре, что там например, на 8-й неделе у нас будет трансляция вот по этому вопросу, если человек например не пришел, вы там переводите его в другую сегменту, например, вы им отправляете приглашение на другую тематику, другую составляющую, другую направлению и то есть email маркетинг в вашем случае тоже как является инструментом. понял, ну то есть я как понимаю, что это для повышения лояльности для клиентов. Лояльности, увеличение конверсии и соответственно как бы чтобы человек ну да, лояльность. про конверсию дело в том, что сайт сам он не продажный, то есть это не интернет-магазин, то есть там есть каталог продуктов, но продажи происходят не через сайт, а через менеджер. То есть там есть формы звонка и все заявки, то есть как я понимаю, что продажи здесь не будут через сайт, там через интернет такой самоцарин. Смотрите, здесь вот в этом есть большая ошибка, почему, потому что даже в дорогой недвижимости сделки большая, очень много сделок уже пришло просто в WhatsApp. То есть люди перешли общаться сайтов в WhatsApp, и общаются с менеджерами там с видео, без видео, голосовыми сообщениями и так далее. если вы интегрируете возможности в WhatsApp себе на сайт, что можно было на сайт, чтобы можно было на YouTube с видео и так далее, то это было бы очень полезно как раз для этого сфера. С одной стороны, кажется, что это какой-то попсовый инструмент, но с другой стороны, все мы люди, даже те, кто зарабатывает большие деньги, очень большие деньги, они все равно используют то же самое WhatsApp. и все так же общаются в WhatsApp. Но пообращу в Telegram поменьше, потому что мы все-таки на первом месте в WhatsApp. Поэтому продавать сайты в данном случае можно почти так же, но просто немножко с использованием других. Не просто выводить на менеджер, а менеджер на лобе. Ну просто там общий смысл то, что потенциального клиента или аудитории наличный уже контакт с менеджером вытащить, а менеджер уже будет его подогревать, стимулировать, вкусно рассказывать и так далее. Опять же, можно еще сказать про то же самую недвижимость. Прошедший текущий период, когда люди сидели в самой изоляции, объем, рост, количество обращений в компании, которые продают недвижимость через нестандартные каналы, вообще телеграмм, вырос многократно. Люди даже чуть ли не сделать, что проводили ситуация, когда они уже там записывались, интересовали видео, рассматривали, обменивали документы и так далее. Поэтому тот слон, который произошел сейчас, он возможно повлияет на ваш рынок, когда людям будет, если раньше не думали, мы хотим только различные коммуникации с менеджером пообщаться и так далее. Или менеджер стоит на той позиции, что нет, мне нужно с человеком встретиться, только тогда я смогу ему продать, только тогда я смогу ему что-то рассказать. Сейчас станет сложнее, потому что онлайн тяжелее общаться, но клиентам это будет удобнее, и они будут стремиться общаться через онлайн. Понятно. Еще такой вопрос тоже. уже непосвенно не связанный. Digital PR он как в эту систему соотносится, считается ли он каналом коммуникации или инструментом, как он вообще в частности в премиальный сегмент, как я понимаю, что PR есть или вообще не самое главное? Ну, как? Взаимодействие с этими вот этих ивентами, мероприятий, которые производятся как часть имиджа? Это все тоже перформанс. 10 PR в данном случае это перформанс-маркетинг. Вы создаете образ, вы создаете ценность, вы создаете причастность перейти, и это будет в прямую относиться к вашему бизнесу и к вашему бизнесу. Дорогое предложение, да, мне оно интересно, я считаю, что очень долго, то это хорошо, и если вот эта звезда пользуется соответственно, вот этим, соответственно, и рекомендует это, то это тоже можно этим пользоваться. если опять же, как я говорю, профессиональный брендинг, если представитель этого бизнеса пришел на поздороваться с Грефом, там, с Мегаром, там, и так далее, это круто, то есть диджитут и PR это тоже довольно большой блок в вашем случае. Да, спасибо огромное. Хорошо, тогда, я думаю, да, Мария. Да, а можно по своей тоже области задать вопрос? Я понимаю, что мы на следующем занятии будем вот конкретно примеры обсуждать, но сразу ваше мнение хотелось бы услышать по поводу деятельности маркетинговой в интернете именно вот таких компаний, как моя, то есть это сфера промышленного оборудования сложного, дорогого, то есть как вы считаете, доля вот в бюджете маркетинговом интернету здесь должна быть меньше в сравнении с массовыми товарами и вообще какие-то, может быть, тоже каналы сразу предпочтенные, предпочтительные назвать. насколько очень это я вам я понял, про все бюджеты я вам не скажу, вам его нужно обсудить как бы самостоятельно то то есть это деятельность меньше, у компании на масс-маркете? я бы сказал наоборот больше почему потому что в крупном дорогом бизнесе у меня был например случай по-моему два потока обратно два года назад когда человек представлял компанию центра обработки данных мы работаем только с государственными клиентами у нас все хорошо нам интернет-маркетинг не нужен я пришел просто посидеть просто для себя узнать и никто другой нам типа не нужен у нас все хорошо это было 2013 14 где-то года и потом причем компания была полуиностранная и потом соответственно произошел то что сейчас называется когда страна сама для себя все производит импорт замещения когда государство все мы с иностранными поставщиками большим работе все прекрасно и компания поставлена в том ключе в том положении что все конечно хорошо и какая-то часть клиентов осталась но компания была поставлена в если уж не банкротное состояние то очень неустойчиво когда часть клиентов постоянных дорогих государственных заказчиков отвалилась на рынке на интернет маркетинг использован интернет маркетинг и маркетинг не было ну вот они были какие-то свои участки продажи и все я не смотрю и думаю зачем нам все это нужно зачем нам мало далее и потом несколько лет мы с ними общались как срочно переделать ситуацию как срочно выстроить новые продукты новые предложения как работать с новой аудиторией новыми клиентами и так далее вот и так ситуация была в вашем случае приблизительно такая же как раз что если предложения дорогие и вроде бы интернет-маркетинг это только кажется что достаточно отключить десятку крупных покупателей по какой-либо причине рынок закончился любая причина вы не занимаетесь интернет-маркетинг не поогащаетесь все возможное аудитории не привлекает их все потенциальные аудитории которые возможны ну конечно качественно то что левый рынок баблом качественно то и вы будете привезти в такую ситуацию клиенты идут а новых не будет а продвижение нет там нет персонального брендинга в интернете нет соцсети чтобы люди знали о вашей компании нет там сайта с возможностью с каталогами нет возможности быстро обратиться в вашу компанию у нас в России до сих пор есть проблема с крупным бизнесом когда до компании очень сложно достичь возможно есть какая-то девочка одна которая сидит у директора ресепшн и который на все по парабану она всем говорит спешите на почту на почте уже лежит пару тысяч непрощенных писем не собирается а вот это все опять же для того момента пока петух не клюнет а когда он клюнет будет уже поздно вот и поэтому вся моя речь к тому что интернет-майкинг он нужен важен полезен и его тринуть нельзя даже если вдруг директорату сейчас кажется нет нужно это важно я поняла вас почему хорошо коллеги тогда если будут еще дополнительные вопросы контакты презентации есть или можно связаться я буду рад всех видеть слышать ваши вопросы буду готовить контент для ваших для следующих занятий вот Михаил я думаю вы посмотрите кто не присутствует тогда соответственно тоже изучить записи подготовить уже задание на следующее занятие спасибо хорошего вам здоровья хорошего дня спасибо 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 к сожалению не все прослушал пришлось интернет выскочил пришлось подключиться сейчас с телефона и то работает плохо ну раздаться с телефона интернет но не знаю насколько его хватит запись идет я пришлю ее хорошо спасибо большое спасибо коллеги спасибо спасибо Продолжение следует...